тогда что начинаем так у нас уже сколько почти 3000 зрителей сибири будут офисы да в сибири тоже будут офисы но мы выезжаем там и дальше сибири выезжаем представляя интересы клиентов это опять же повторюсь зависит от вашего вопроса нога нормально нога заживает все хорошо нога на месте отлично и где мухтар мухтар саидович где сейчас мухтар саидович в отпуске находится скоро вернется с отпуска и опять же увидеть его видео я же вам обещал скоро кстати его увидите в ближайшем видео которое выйдет в воскресенье там как раз мухтар саидович с валерий геннадьевич и тема новая по медицине сейчас рассказывать не буду что там произошло воскресенье все увидите а как вы открываете офисы если вы банкрот я не знаю где вы это читаете в каком нарко чате значит мы не банкроты мы работаем вот это легко проверяется вообще доступных источниках что он вам там несет по поводу банкротства это вы спросите у него вот он видимо просто этот товарищ опять какую-то просроченную дурь где-то ему подвезли поэтому не будем даже это комментировать да 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 вы смотрите как мы работаем он вам ахинею нес по поводу там каких-то там уголовных дел что меня там куда-то привлекают не сегодня завтра там и так далее сколько прошло времени два года уже прошло да он все это ахинею вам вкручивает теперь он новую выдумал что я теперь сейчас обанкротчусь везде и так далее на самом деле обанкротиться может любой человек и что вы давайте по существу к мпц юридической компании есть какие-то претензии или нет если нет то значит в общем то и вопрос исчерпан если есть готов эти претензии выслушать а вот юридической компании вот этого вот наркоши как раз претензии есть если это касается например последний ролик который у нас на канале был по поводу того как они вломились на склад избили холодовщика газом залили и так далее возбуждено кстати уголовное дело пока по 330 самоуправство вторая часть сейчас еще должны две или три статьи вменить одно из них будет тяжкая это хулиганка с применением оружия 213 вторая поэтому вы сосредоточьтесь лучше на своем друге можно так сказать раз вы информацию вот эту бредовую принесли с его канал поэтому на этом все так наш надзор спб привет давайте дадим камеру кстати сегодня у нас присутствует александр леонидович youtube канал надзор спб всем привет большинство зрителей его знают чем он занимается тоже знают рядом с ним вы видите сейчас я представлю это представитель это руководитель русской народной дружины пересвет позывной позывной художник позывной художник до чем занимаются эти ребята тоже многие знают ну давайте сейчас сам расскажет изначально взяли направление военное огневая подготовка тактическая медицина но с недавних пор взялись за общественное движение пресекая незаконную деятельность том числе торговлю подпольным алкоголем зачищаем дворы группы выезжаем по обращению граждан местных жителей также через youtube через телеграм-канал скидывают информацию где происходит правонарушения и мы с группой выезжаем пресекаем так что друзья подписывайтесь на канал русской народной дружины пересвет смотрите дело они делают правильное а вот где-то и наши сейчас тоже будут дела тоже пересекаться где-то нам помогут где-то мы поможем ну и надзор спб это уже самое все знаете подписывайтесь вот сейчас дзен канал александр леонидович пытается развивать поэтому помогите подпишитесь посмотрите чтобы канал тоже развивался это приносит только пользу но грозит ярком пашки ярком пашки грозит следующее как я уже говорил в своем ролике как я говорил уже в своем ролике возбуждена статья уголовная 330 вторая часть это самоуправство с применением насилия также должна быть возбуждена вторая часть статьи 213 это хулиганство с применением оружия и ну пока сто пятнадцатая это легкий вред здоровью как будет дальше эта статья переквалифицирована или нет неизвестно это уже судебно-медицинская экспертиза когда будет проведена уже будет окончательная квалификация вот три основные статьи сейчас вот поэтому как будет развиваться событие дальше я не знаю мы в данный момент не представляем интересы потерпевшего мы находимся на связи с потерпевшим с его семьей и пока работаем в режиме консультирования вот если наши услуги им нужны будут конечно мы к этому подключимся но пока смотрим пока наблюдаем пока помогаем у потерпевшего у кладовщика есть свой адвокат сейчас два даже по моему стрим реклама что ли что это такое не знаю почему стрим реклама мы что рекламируем вам услуги какие-то это не услуги мы рекламируем правильные каналы которые стоит посмотреть люди правильно дело делают надзор делали то попроще и кто бы это написал мы все знаем кирилл яковлев кирилл привет 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 тебя не упомянули напиши свой канал мы сейчас тоже скажем здравствуйте будут ли в ближайшее время ролики по интеллектуалки интеллектуалка это что это по правам интеллектуальным ближайшее время пока такие не планируются не было запроса на дорожку бы опять привет ваньку выбрать за такой звук прямом эфире боли но мы этим не занимаемся не наш профиль петлички вешают у рта они на поясе ну не на поясе и не у рта в своей петличке что не знаю звук плохой а мы сейчас слушали звук хороший вроде мы проверяли и многие пишут что звук хороший алиса в стране чудес пишет я миша теперь с ярдреем же где я миша мы не знаем мы не следим не следим он и не был и в нашей компании то он не был поэтому так как бы сторонний блогер просто участвовал некоторых наших выездах вот ну где он сейчас нам неизвестно добрый день на связи максим белгород важный вопрос можно ли активному студенту пройти у вас практику спасибо важный вопрос добрый день на связи максим тут еще раз повторяйте в одном же сообщении пройти у нас практику можно как правило это бывает летом у нас есть студенты которые до проходят у нас практику для этого необходимо какую-то информацию себе предоставить либо позвонить либо приехать скидывайте информацию о себе о вашем учебном заведении и проходите практику не планировали ли вы встречу с андреем ковалевым нет не планировали предмета не вижу вопрос не совсем понятен на какую тему нам встречаться и общаться да я знаю андрея ковалева ну заочно знаю все на этом как бы все знакомство с ним и ограничивается поэтому ну не понятно какой предмет если будет предмет можно встретиться бывшая жена препятствует общением с ребенком есть порядок общения но приставы бездействует штрафы штрафы ей не выписывают никак не наказывают видите ребенка почему так то что рано почему так они не объясню если есть у вас судебный акт слышали юля владимировна комментируете если у вас есть судебно кто приставы обязаны этот судебный акт исполнями исполнять если не спад пишите жалобы жалуетесь но вызывайте пристава на когдастепер встреча планируется с ребенком называете приставом то приз там подъезжал если близ facts не подъезжают пишите главному судебному действу жалобы на него что он не выезжает что вниз не исполняет принabe принудительное решение суда то есть только так, больше никак. Планируете ли вы открываться на Дальнем Востоке? На Дальнем Востоке уже открылся, Женя. Левкар. Операторы-девушки на месте все. Какая конкретно вас интересует? Иван здесь, Иван присутствует. Самый секси-оператор, как он сам говорит. Так. Собираюсь купить новую машину для работы. Можно ли будет обратиться к вам, чтобы купить машину? Ну, мы машины не продаем, поэтому, если обратиться, ну, для чего? Чтобы купить ее. Ну, здесь два варианта. Вот Александр даже подсказал. Ну, здесь два варианта. Либо вы купите с нами машину, либо ее не купите. Потому что, если мы сразу вмешаемся, то вы ее, скорее всего, не купите. А если мы вмешаемся потом, то тут надо понимать уже, есть ли возможность будет отказаться от этих допов или нет. Потому что, когда мы взыскиваем эти допы, ведь автосалоны же, они тоже анализируют все эти свои проблемы, свои договоры и меняют их так, чтобы в следующий раз мы не могли взыскать с них эти допы. Поэтому тут зависит от каждой конкретной ситуации. Сможем мы или нет. Но если мы с вами поедем в автосалон, то с большой долей вероятности, что мы машину с вами не купим. Тебе, кстати, помнишь, Hyundai-то как раз прошло почти два года, они говорили, год и восемь месяцев. Hyundai без допов. Да, так они деньги так и вернули и все. За 700 тысяч тогда обещали. Да, они мне просто деньги вернули. Это вот те деньги, которые я вносил аванс. Они мне вернули. Это Рыбинская дом-1 в Санкт-Петербурге, где мы хотели купить Hyundai. Вот. Прошел год. Больше, два. Да, и они мне написали письмо, что деньги, причем деньги не мне вернули, они взяли его нотариусу, эти деньги отправили, чтобы я максимально утомился, получая их. А какой порядок получения через нотариуса? Они же отправляют нотариусу на депозит и все. И нотариус меня уведомляет, что на мое имя поступили денежные средства от того-то, от того-то. И все, я должен в какой-то назначенный час и день приехать к нотариусу, и нотариус мне эти деньги, ну, я там заполняю соответствующий документ, и они мне на мой счет переводят. То есть, почему сразу не позвонить было мне с автосалона и сказать, скиньте ваши реквизиты, мы вам сейчас ваш аванс вернем. Они сделали по-другому. Они отправили это нотариусу, я потом поехал к нотариусу, ведь нотариус сразу деньги не пересылает, ты должен к нему подъехать и подписать документы. И только потом они тебе эти деньги переводят. Все. То есть, максимально мне усложнили эту задачу. И машину мне не продали по так цене, и... Надо к ним сходить. Да, надо бы, конечно, к ним. Добрый день. Чем закончилось с Ердвеем? Да, не знаю, чем с ним закончилось. По последней информации, он в Армению сквозанул. Не знаю, почему неожиданно решил отдохнуть. Утомился, видимо, где-то. Можете рассказать про свою молодость, школьные годы? Ой-ой-ой, так мы на сколько сейчас с вами здесь застрянем-то? До вечера, что ли? Школьные годы. Можно как-то минимизировать вопрос там, конкретно там, что там? Как учился в школе? Учился в школе. В школе хорошо я учился. Учился в школе хорошо. Поведение было не очень хорошее. Но поскольку я учился хорошо, поэтому это мне всегда помогало. Так, по поводу молодости. Не знаю, что рассказывать. Слишком долго все. Учился хорошо. Поведение было не очень. После школы, естественно, поскольку у меня отец военный, вопрос о профессии не стоял. И я в 17 лет вход был в военное училище. В военном училище учился нормально. Занимался спортом. Был в сборном училище по офицерскому многоборью. Вот, что еще рассказать? Сейчас юрист. Ну, почему? Много специальностей было. Какие? Какие? И человек в строительстве разбирается, и во всем? Ну, да, 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 да. Разбираемся. Это иногда помогает в нынешней деятельности. Лучше Юлию Владимировну покажите. Юлия Владимировна, на бис, похоже, выход нужен. Привет из США. Всем доброго дня. Я здесь. Готова отвечать на ваши вопросы. Что касается работы наших представителей Михаила Горлика и Дмитрия Иванова, которые пишут их в чат, то, соответственно, вы можете написать на номер телефона Игоря Владимировича. Сейчас мы... Вот так, наверное, слышно. Будет лучше. То вы можете написать на номер телефона Игоря Владимировича 8-929-113-7777, и я помогу вам разобраться с вашими вопросами. Я их все в чате вижу, готова буду потом на все ваши вопросы по поводу ведения дел или на каком этапе ваши дела, и что с ними, дать вам более развернутые ответы, чтобы не писать об этом в чат, потому что мы все сейчас в режиме онлайн, и дать вам ответ я, к сожалению, не могу. Как пройти практику, у нас сказал Игорь Владимирович, и также был вопрос, как устроиться к нам на работу после ВУЗа. Повторюсь, что все резюме также вы можете направить на номер телефона, который был мною озвучен ранее. Все ваши резюме мы также рассматриваем, поскольку открываются филиалы в регионах, и, соответственно, набирается штат в команду МПЦ, готова с вами пообщаться, порассмотреть все ваши резюме и, соответственно, согласовать вашу дальнейшую работу с нашим офисом. Как вы справляетесь со стрессом? Работа у вас тяжелая. Со стрессом мы никак не справляемся. Мы стараемся его не получать. Мы относимся к своей работе с иронией. Поэтому, Иван, стресс есть у вас в работе? Нет. Нету? И у кого нету? Владимир Геннадьевич, есть стресс? Нет. Нет у нас стресса. Наверное, все мимо проходит. Мы на позитиве. Да. Мы относимся ко всему с иронией. Не боитесь властей? Контент иногда зашкаливает, особенно с МВД. Так мы не против МВД. Мы, наоборот, считаем, что МВД, полиция, другие организации контролирующие, контролирующие, это наши союзники. Мы к ним обращаемся за помощью. Просто как в каждой организации бывают хорошие сотрудники. Бывает нет. Мы хвалим хороших и не хвалим плохих. Вот и все. Поэтому мы не против власти. Мы, наоборот, за власть. Где в МВД служил? МВД, имеете в виду милицию? Милицию. Это Красносельское ОВД, Приморское ОВД. Что по уголовному ОВД с рыбой в облой? Да ничего. Все будет. Не переживайте. Все покажем скоро. На все вопросы не ответят. Я думал, тут юриспруденции будут, а тут личная жизнь и распри с подшеваловым. Ну, нет никакого распри с подшеваловым. И личной жизни человек ответил. Человек спросил, мы ответили. Это Сергей Гречушкин пишет. Если есть какой-то вопрос по юриспруденции, Сергей, так напишите, ответим. Никита продолжает. Лишили бы женщин алиментов, когда они не дают видеться с ребенком? Вот бы честно было. Согласитесь? Нет. Это не честно. Добивайтесь, чтобы вам давали видеться. У вас есть определенные права. Все. Просто надо заставить, чтобы эти права соблюдались, и никаких проблем нет. Если будете этим заниматься, то ваши права будут восстановлены. Жена будет привлечена к ответственности и больше не будет вам препятствовать. Нет, мы обязаны перечитать на содержание ребенка, а не на содержание супруга. Да, да. Ну и опять же, не, ну могут же и на содержание супруги то же самое назначать. В данном случае, как мы понимаем, что это на содержание ребенка, поэтому деньги вы ребенку своему отправляете. Что за три толстяка? Ну ладно. Что за вопрос, ребята? Я вообще не понимаю. Причем, Нео Лайф это пишет. С человеком, который посередине, я бы вообще посмотрел, человек в отличной физической форме. Вы точно этот диван имеете в виду? Фотки на стене угар. С этим согласен. С этим согласен. Можно ли дважды понести ответственность за одно и то же деяние? Объясню. Сначала идет административка, а потом и уголовка по тому же деянию. По одному же деянию? Вопрос неправильно просто стоит. Можно ли понести по одному деянию ответственность? Понести-то можно. Но у вас только не нужно, не должно так быть. По одному деянию вы можете только один раз понести ответственность. А если вы имеете в виду, что вы думали, что сначала административка, а потом получилась у вас уголовка, то к административке-то вас по-любому же никто не привлек. Ну ладно, отвечу сразу. С каркасными технологиями вопрос решается следующим образом. То есть у нас прошло три суда. Ролики на нашем канале, напоминаю, назывались «Плесень». По-моему, четыре или пять частей. Мы нашли их и в Москве. Сейчас на данный момент каркасные технологии в Москве закрылись. Полиция все-таки их добила, дожала. То есть в Москве они закрылись. В Петербурге они работают, работают под другой ОООшкой уже, лица все те же. Значит, три суда состоялось. Во всех трех судах мы выиграли. Двое клиентов уже деньги получили свои полностью. Остался один клиент, который не получил еще деньги. Ну там сумма большая, там четыре с половиной миллиона при цене иска. Там цена иска у нас была в восемьсот тысяч, по-моему. И в суде взыскали мы четыре с половиной миллиона. Ну сейчас мы ведем переговоры с руководителем этой компании по мировому соглашению. Вроде как, пока договариваемся. Поэтому в ближайшее время это будет известно. Мы, естественно, вам это все сообщим. Что с мошенником из Казани есть сейчас? Это очень старое дело, там года два назад. Четыре. Четыре? Четыре. Четыре даже. В общем, мы его нашли в Москве, когда поехали в Москву в эту компанию юридическую. Там тоже мы ролик снимали, не помню, как сейчас называется. Он уже, видимо, понял, потому что мы его в суде хотели поймать, но он каким-то образом прочухал это дело и суда сбежал, и с компанией с этой сбежал. Потом мы его нашли еще в какой-то другой организации, где он сейчас, нам неизвестно. Но и полиция им интересуется, и все. Может, задержали уже где-то, я не знаю, потому что у него образ жизни-то все понимают какой, и все равно он его рано или поздно должен довести до тюрьмы. Он фамилию поменял, под новой фамилией он уже представлялся помощником депутата Госдумы, кем он только не представлялся. Ну, на сегодняшний день не знаю, где он. Все, потерялся он. А про Шишкина ничего неизвестно. И Шишкина тоже куда-то испарилась, тоже ее нет. Наталья Олеговна. Наталья Олеговна, да. Засветилась она, видимо, серьезно. Благодаря вам, увлекся юриспруденцией и поступил на юрфак. Ну, хорошее дело, хорошее дело. Шикарный костюм. У кого? У Вадима Гимальевича. Да, по-любому, по-любому. Потому что он только один здесь в костюме. Почему процедура банкротства стоит у вас 250 тысяч рублей? Это не... 240 тысяч рублей, это неправильная информация, она стоит у нас 250 тысяч рублей. Хочет сделать 140. 140 хотят? Да. Ну, 140 невозможно. Мы просто, ну, мы же тоже должны на этом заработать. Ну, мы же коммерческая организация в любом случае. Если мы сделаем 140, а что мы тогда заработаем? Вот. Мы тогда ничего не заработаем и получается, как бы, ну, вам хорошо, а нам никак. Поэтому, если берете деньги, потом планируете банкротиться, откладываете немножко денег. Не полагается ли вознаграждение к клиенту, если он нам привел другого клиента и мы с ним сняли ролик? А, то есть вы привели к нам клиента и мы вам вознаграждение отправляем. Ну, да, как бы мы такого не практиковали на самом деле. Логика ваша... Схему напоминает. Да, логика ваша понятна, конечно, что вы... Приведи друга и получите. Да, да, да. Приведи друга и получите. Не практиковали мы такого, ну, не знаю, но мне кажется, не очень хорошо там на друге как бы делать деньги-то, да, ну, не знаю, не знаю. Такой практики у нас, ну, не было, не было. Хотя, там, когда кто-то обратится к нам, потом приводит своих друзей, знакомых, советует нас, те обращаются к нам, но вот предложение что-то им потом за это выплатить нам еще не поступало. А почему выплатить? Можно давать карточки на скидку, скажем, купон на 5-процентную скидку. Саша, это же все равно, купон на скидку, это, это же все равно деньги получается. То есть, ты же должен все равно за это что-то сделать. А если пойти по принципу другому, например, как бы, если человек приходит с карточкой, то ему тогда цена услуги увеличивается. Как некоторые представители бизнеса делают, да? Да, да, интересная. А тут дефоража что-то. Подготовка кассационной жалобе стоит от 40 тысяч рублей. И эта цена зависит от того, сколько нам необходимо перелопатить документов для этого. Потому что разное бывает. Бывает, мы знакомимся с документом там 1-2 тома, бывает, знакомимся там 60 томов. Необходимо ознакомиться и потом подготовить профессиональный документ. Поэтому от 40 тысяч рублей. Что бы за это тебе читать 14 лет, чтобы стать юристом? Классическую литератону. Я, честно говоря, не знаю, что бы посоветовать. Я, например, 14 лет не планировал стать юристом. Я планировал стать военным. Вот. Я читал просто те книги, которые были в библиотеке у моего отца. Их было очень много. Я их просто читал. В то время было читать проще, потому что было 3 программы по телевизору. И по этим программам только постоянно какие-то съезды, 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 новости, пленумы и так далее показывали. Только в каникулы можно было посмотреть мультики или детские фильмы. Поэтому выбор был небольшой. Я читал книжки. Поэтому какие книжки читать? Мне кажется, ребенку в 14 лет будет просто неинтересно читать юридические книги. Я так думаю. Что делали с подаренным венком? Подаренный венок, приехала следственная оперативная группа и изъяла его. Потому что полиция расценила это как угрозу. Вот и все. Поэтому что там, какое они решение специальное примут? Посмотрим, время покажет. Но учитывая все события, которые предшествовали этому, с большой долей вероятности можно предположить, что это будет возбуд не отдельный возбуд, конечно, это скорее всего будет возбуд как дополнение совокупно уже к тому, что будет по Москве. По Москве я объясняю, по Москве значит, когда будет закончено лечение, будет полная квалификация телесных повреждений и уже мы начнем плотно этим заниматься. Пока мы этим не занимаемся, займемся, как я уже сказал, после того, как лечение будет полностью откончено. Так, добрый день, 15 лет назад у нас собственник забрал КамАЗ, официально была оформлена рассрочка, обанкротился истец во время суда, но мы выиграли, можем ли, блин, что-то я вообще не понимаю, когда вот так пишут, обанкротился истец, а вот дилер присылся обшивки. Во время суда, но мы выиграли, можем ли мы надеяться, что когда-нибудь деньги вернутся, блин, надеяться вы можете на все, что угодно, то есть он обанкротился, как истец, кто истец, он был, юридическое лицо или физическое лицо, кто, если он обанкротился, то ничего, конечно, вы не получите. Да, земельные вопросы мы ведем, офис находится в Краснодаре, поэтому, если вы проживаете в Сочи, то можете обратиться в офисе, который в Краснодаре. Юристы выезжают и могут вашим делом заниматься совершенно спокойно. Что с историей в Нижнем Новгороде с BMW угнанным? Когда продолжение? Эта история закончена, значит, объясню немножко. К нам обратилась одна компания, она находится в Польше, у них были автомобили в Лизинге, несколько десятков автомобилей были угнаны. Когда мы нашли два автомобиля здесь в России, с польской компанией Лизингодатель Альфа договор расторгли. Соответственно, и наши полномочия тоже на этом прекратились. С нами связался адвокат Лизингодателя и после мы ему дали всю информацию, которую располагали на текущий момент, и адвокат этот уже продолжил поиски этих автомобилей. То есть, мы свою работу закончили в тот момент, когда с нашим клиентом Лизингодатель прекратил отношения, расторгнут договор. «Считаете, реально ли примирение с Ердреем, может быть, с ним какие-то коллаборации в будущем?» С Ердреем никаких примирений не будет, я вам сразу говорю, никаких коллабораций. Мы с наркоманами и недоюристами мы не работаем. У него был шанс, он его упустил, он же звонил мне, консультацию у меня регулярно получал, и по уголовному праву, и по гражданскому. То есть, нормально, вы ему звоните, Ердрея, ну, клиент Ердрея звонит, задает какой-то вопрос за деньги, а Ердрея звонит мне, и бесплатно получает консультацию, а потом этому клиенту, то есть, нормально, я без денег, он с деньгами, и еще потом фигуамы нам рисовал, поэтому никаких коллабораций с ним, конечно же, не будет, никакого примирения не будет, мне он вообще сто лет не нужен, не будет трогать МПЦ, пусть идет гуляет вообще лесом, а он все лезет, 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 покоя мы ему не даем, ложится с нашим именем, или просыпается с нашим именем, вот, поэтому как-то так. Квардира в ипотеке, ипотеку закрываю, вопрос, снимут ли обременение, если есть арест от пристава? Нет, обременение снимут, но только даже... Да не, понятно, что обременение, ареста по какому поводу происходил, непонятно, арест... А подождите, а ты так залогов... А, у него погасили. Нет, вообще, если вы ипотеку закрываете, то обременение снимается, но приставы-то здесь при чем? Значит, значит, у вас арест по какому-то другому поводу? То есть, обременение, это когда вы берете ипотеку, обременение, это не из-за приставов у вас возникает? А если у вас приставы арестовали что-то, значит, у вас какие-то проблемы были иные, и вот пока вы эти проблемы не решите, как бы арест никакой снят не будет. Второй вопрос, если снимут обременение, можно ли будет подать на банкротство, чтобы квартиру не забрали? Ну, подать можете на банкротство, хотели бы провести онлайн-стрим с Ноздреем, чтобы показать кто есть кто, и зрители все вживую увидели, кто соображает, а кто нет, в инкруденции. Привет из Курчатова. Да, на самом деле мы уже неоднократно проводили с ним стрим. Вы же все прекрасно видели, когда они приходили к нам в очередь, в четыре глотки там что-то орали, это же было регулярно. Вам еще какой-то стрим дополнительный надо провести, чтобы было понятно? Мне кажется, уже все и так, я знаю, было... Я знаю, я с тренажа с зала, боксер. С тренажа, да, с зала, да, готов стрим, но этот же, подчевалов-то он же ищет, до сих пор зал, как-то все, не может определиться. вопрос ко всем. Играете ли вы в компьютерные игры? Я нет. Кто играет? Я тоже нет. Иван, играете в компьютерные игры? Ну, кроме хомяка. Да, нормально. В хомяка играете, да, в настоящий момент? Хомяка сейчас играют все. Я первый раз слышу, был такой. Юлию Владимировну не спрашиваю, явно не играет. А он как? Нет, не играет. Что с Алишером с Прадо? Он вроде нормально держался в медийном плане, нападал, что думаете, а призыва нет? В чем итоге закончилось? Так, Прадо, Алишер, к призыву нет, не имеет никакого отношения. Что с Алишером с Прадо? Так его там разыскивают везде. Он же, юрфирма эта сбежала, где-то она сейчас сплыла снова. Вот. А дело мы выиграли. Суд мы выиграли. Взыскали 400 тысяч рублей, это без юрорасходов. Сейчас дополнительно еще подадим по юрорасходам. Вот. Суд недавно мы выиграли, он закончился, мы выиграли. Вот. Как-то так. Что о призыва нет? Да ничего о нем не думаю, о призыва нет. У нас был один клиент, мы съездили, вопрос с клиентом призыва нет закрыл. В общем-то, компании к этой претензии особо нет, за исключением одного, что они продавали там, постоянно продают какие-то вот эти электронные, какие-то электронные вот эти там, не знаю, как их назвать. Короче, очень удобно. в общем, вопрос нашего клиента они закрыли, и на этом все. Обжалован ли протокол на Вадима, когда писал на суд? Ну, короче, Вадим, давайте договоримся так. Вадим Геннадьевич ни на какой суд не писал. Вот эти наркотрипы, вот той компашки, это вы там, пожалуйста, обсуждаете. Значит, факт, что вообще кто-то где-то писал, никем не установлен. Суд просмотрел видеоматериал, представленный вот этой шайкой, и ничего там не узрел. Поэтому факта какого-либо писания не было. Понятно, да? Можно добавить? Да. Честно сказать, по поводу вот этого так называемого писания. Никого вообще не смутил такой вариант, что якобы, когда это все происходило, я находился в кожаной куртке в свитере и в брюках, а задерживали меня каким-то образом в белой рубашке и в джинсах. Но я как-то не думаю, что я настолько быстро умудрился переобуться, переодеться и вообще сменить все, что только можно, так скажем. Поэтому то, что когда господин Патшивалов уже понимал, что он потерпел фактически поражение на суде и пошел на примирение, он решил сделать определенную сатисфакцию. Тогда, когда я его практически на этом суде и давил вопросы. Ну, а уж по вопросам Мобликова это было тоже на самом деле это можете посмотреть контент на ПЦ и все увидите. Так что подытожим. Никакого факта не было, поэтому это все ерунда, это все фантазии наркоманов. Имеет ли право судебный пристав-исполнитель по исполнительному листу блокировать карту заработной платы в полном объеме? Значит, блокировать карту пристав он и не имеет права и не имеет такой возможности. судебный пристав направляет в банк информацию об ограничении по счету в рамках исполнительного документа. Заработная плата полностью удерживаться не может. То есть получая 60 тысяч рублей пристав снимает все. Конечно, не может он этого делать, это нарушение, это вам надо писать жалобу судебному приставу, главному судебному приставу, и он разберется с этим. Конечно, они скажут, что мы не знали, что это заработная плата, поэтому удержали полное поступление. Ну и опять же важно, это зарплатная у вас карта или какая? Ну в любом случае вы их уведомите и такое больше продолжаться не будет. Есть ли шанс найти человека по IP, который пишет гадости, обратившись в полицию или искать никто не будет? Ну шанс найти конечно есть, механизмы, инструменты такие есть, но другой вопрос, будет ли полиция этим заниматься? С первого раза конечно, я думаю, не будет. Ну если сумеете додавить, то да, опять же, смотря какие гадости он пишет, тоже тут надо понимать. Там либо 5,61, да? либо административка, либо может быть. Ну да, смотря что там будет, как бы, вот, а так конечно это все спокойно делается, вычисляются эти люди и привлекаются, было бы желание, что называется. У вас есть услуга юридической проверки недвижимости перед покупкой? да, есть. Стоимость претензий у нас действительно составляет 30 тысяч рублей. Стоимость услуги, которую вам озвучивают юристы компании, она совершенно верная. Проверять эту информацию нет смысла, потому что, Игорь Владимирович, я продублирую вам все то же самое. Что касается моего возраста, мне 38. Я не один вопрос в чате по этому поводу. И что касаемо сумм, то есть некоторые пишут, что там претензия, что ее составить, типа полторы-две тысячи рублей и так далее, студент любой ее сделает. Но если студент любой сделает, то пускай он и делает на самом деле эту претензию. А по факту претензия, то есть это результат той работы, когда юрист знакомится с проблемой, знакомится со всеми материалами дела и после этого он готовит эту претензию. То есть претензия это практически то же самое исковое заявление уже полностью готовое. И вот это мнение обывательское, что там претензия, все, она там полторы-две тысячи. Это на самом деле не так. Студент, если кто-то какие-то готовит, значит пускай они и готовят. А если у нас, то у нас это столько. Потому что мы претензию готовим качественную, изучаем все материалы, юрист тратит на это время и поэтому эта цена именно за это качество и за время работы юриста. Ну, я бы хотел еще добавить, что о панирующей структуре, которую некоторые считают опанирующей компанией Ердрей, есть документальное подтверждение, претензии стоят 50 тысяч рублей, но правда их составляет сразу целая куча юристов, наверное, и они разные, как показывает практика. Так что 30 и 50 ценник разный. Куда пропала Аня оператор? Я не знаю, куда пропала Аня оператор. Если вы интересуете по поводу МПЦ, то Анна уволилась где-то в сентябре прошлого года. Вот. Поэтому это все, что могу сказать. Ленаремонт что? А что Ленаремонт? Значит, по Ленаремонту следующая. К нам обратилась женщина по поводу того, что ей сломали музыкальный центр. Значит, для этой женщины было принципиально именно наказать данную компанию, что, собственно, мы и сделали. Суд мы у Ленаремонта выиграли. Вот. И сумма там не важна на самом деле. Там вот этот директор этого Ленаремонта рассказывал своим зрителям, что он предлагал ей изначально деньги. Но он предлагал ей 15 тысяч рублей. Клиентку это не устроило. В суде взыскали 27 что ли тысяч рублей. Я сейчас точно не помню. И плюс еще будут взысканы юридические расходы. Дальше занимался Валерий этим делом. Почему-то суд не взыскал в пользу клиентки стоимость судебной экспертизы в полном объеме. Почему-то он счет, что надо из 60 тысяч взыскать только 6. Хотя эта экспертиза проводилась по определению суда. То есть эта сумма должна была полностью взыскана. Поэтому апелляция там состоялась нет, я не знаю, честно говоря, Валерий уже дальше этим занимался. Валерий сейчас не с нами, он самостоятельно развивается. Я думаю, что там все хорошо. Поэтому Лена Ремонт пытался просто перевернуть эту историю с ног на голову. Вернее, да, с ног на голову. Ему это не удалось. Суд мы выиграли, мы их показали, что они технику сломали, то, что они уклонялись от досудебного регулирования спора, рассказывали там, чтобы мы на кого-то там парня напали. У нас есть ролик, на кого мы не нападали. Они там сидели тупили, не хотели вопрос решать клиента, и потом еще мы на них напали. И опять же, не ломайте технику клиентов, а если сломали, извинитесь и компенсируйте, и тогда не будет никаких проблем. Поэтому Ленремонт это еще та шарага, которая там отзывы по ним почитайте, все будет понятно. Зачем конфликт с Ердреем? Я ему пишу, он молчит, может просто работать и не замечать друг друга. Так правильно все, работать и не замечать друг друга, мы его не трогаем, он нам не нужен. Это он к нам постоянно лезет. Будет к нам лезть, посмотрите, как он там в телеграм-канале постоянно постит и постит в МПЦ, по три поста у него же как? Он выкладывает какой-то пост, он мысль свою, во-первых, Ердреем может сформулировать только с третьего раза. То есть он выкидывает какой-то пост, потом смотрят, что зрители его закидывают какашками, он публикует второй пост с объяснениями, получает еще больше негатива. Потом третий пост выкидывает уже с обидкой, типа вы ничего не понимаете, я такой классный, вы типа все дураки и включает бан-машину и на сегодняшний день он вообще отключил дизлайки. То есть он оставил только лайки и поясняет это тем, что он за позитив. Это я не знаю как прокомментировать, мне кажется это врачи должны вот комментировать. Вот, и давайте меньше про Ердрея, он нам не интересен, забыли о нем. Так, теща взяла кредит в банке, у которого потом отобрали лицензию, и в связи с этим она перестала платить, но через несколько переуступка права скорее всего. да, да, все правильно, да, была переуступка права, и все, и банк вам предъявляет сейчас требования. Что за история с вашим банкротством и Евростроем? Да нет у меня никакого банкротства, какой Евростроем? Идут суды, и все, Евростроем никого не должен касаться. Почему у всех такой интерес? То есть у меня была компания моя, я ее закрыл, у меня в компании был Мерседес, который я купил за собственные деньги, провел это как лизинг, потом этот Мерседес забрал, все, я кредитор в этом деле, кредитор, есть определение арбитражного суда, что я кредитор, поэтому я вообще не понимаю, вот вы просто транслируете сюда наркотрип соседнего чата, этого не нужно делать, и еще раз повторю, к МПЦ какое это имеет отношение? У нас юридическая компания, например, Дональд Трамп, я, конечно, извините за сравнение, но Дональд Трамп, по-моему, если мне память не изменяет, дважды, трижды был банкротом, это что меняет? Это идет бизнес, и банкротство это лишь фрагмент какого-либо бизнеса, давайте к этому так относиться, МПЦ работает, с МПЦ все хорошо, если у наркомана есть какие-то претензии к МПЦ, пускай он их озвучивает, потому что мы не озвучиваем, например, мне плевать, он ездит на машине, которая зарегистрирована в Армении, сейчас Армения, я считаю, что может это не враждебное государство, но близко к тому, потому что они сейчас собираются планировать выйти из ОДКБ, правильно? Для чего это все делается? Чтобы перестать сотрудничать с нашим государством. Я их считаю сейчас недружественной страной, и наркоман ездит на автомобиле, которая зарегана в недружественной стране, платит налоги той стране, то есть не нашей стране, России, по которой он передвигается, портит дороги, там, я не знаю, еще что-то, ездит по нашим дорогам, а платит там. И штрафы не платит. И штрафы не платит. Он ездит как хочет, штрафы не платит. Почему? Вы, например, ездите, платите штрафы, которые поступают в бюджет? Я езжу, плачу штрафы, а наркоман не платит эти штрафы. Хорошо устроился. Поэтому мы же это не обсуждаем. Нам на это наплевать. Он отсекается от своей юридической компании. Там ЮК Ердрей, которая там не имеет ни активов, ничего вообще не имеет. За 23-й год у нее там сплошной минус. Там минус 2 миллиона. Там они по кассе провели 2 миллиона, и у них минус 2 миллиона. Все. И он отсекается. Это, говорит, не мое. Хотя он везде транслирует. Моя компания Ердрей. Кстати, у этой компании Ердрей, жена его является учредителем. А генерального директора они подобрали под стать. Какой-то долгов. И компания вся в долгах, и директор долгов. Все отлично. Вы знаете, вот так, если честно, я бы хотел добавить. Очень интересная компания. У нас самый честный человек, который себя прогласил. Он самый честный. Но господину Долгову вообще-то за год по отчетности 70 тысяч. Вдумайтесь. За год 70 тысяч у генерального директора. Ну, то, что сотрудников нет, а то, что из года в год у нас показано минус 2 миллиона по бухгалтерской отчетности, но дальше нам рассказывают о том, о том, как компания, собственно говоря, подписывает миллионные соглашения и имеет вообще большое количество дел, тогда вопрос, где же все эти услуги? А где, господин Геннадьевич, какие услуги? У нас еще рассказ. У нас еще рассказ. Юридическая компания «Ердрей». А кто ей руководит? В последнем посте, когда залит был кладовщик, дословно мета выложила письмо господина Малых, который сказал, я руководитель юридической компании «Ердрей». Я. А где это долгов? Долгово никто не видит. Да. Номинал. Как сказал наркоман был, номинал. Геннадьевич Пышевалов говорит о том, что он руководитель, но руководит оказывается малых. Кто командует этим цирком, остается загадкой с таким. Поэтому, когда рассказывают о каких-то этих, а посмотрите для сравнения обороты компании «Ердрей». О которой все у нас, господин Пышевалов, говорит, что она вот-вот уже закрывается. Она все закрывается так, что в 1924 году она открыла достаточно большое количество филиалов, именно филиалов, а не непонятных конторок от каких-то ИПшек и прочего. И более того, МПЦ, кстати, не предупреждает о том, что под нас кто-то подделывается, деньги надо платить только сюда, потому что потом вы не получите у нее какие-то истории. У МПЦ таких историй, насколько я слышал, не было. Вот, в общем, разобрались с этим. Как получить копию судебного решения, не посвящая суд? Через госуслуги уже пять запросов отправил. Но суд, во-первых, вам обязан копию судебного акта направить по вашему адресу. Если он этого не сделал, не знаю, самый быстрый способ это будет приехать к помощнику суди и с ним переговорить и получить. Это будет самый быстрый способ. Либо написать жалобу председателю, что до сих пор не получили копию судебного акта. Я пока могу ответить на вопрос относительно залития вашей квартиры. Если ваш сосед отказывается возмещать причиненные убытки залитием, то, соответственно, вы вызываете эксперта, проводите экспертизу, оцениваете сумму ваших убытков. Также дальше выставляете претензию вашему соседу. Если же сосед не возмещает убытки после претензии, соответственно, обращаетесь с исковым заявлением в суд. Заявляете стоимость экспертизы, убытки ваши и, соответственно, если обращаетесь за помощью к юристу, также юридические расходы. Так, чем закончилась история, когда в облик прыгал на машину и пришел в офис? Так она чем закончилась? Материал пока в полиции, проводится проверка. В обликах там, ну, все, наверное, уже знают, он пытался лишить меня прав. Его хозяеваний тоже кричали, что меня лишат прав. В итоге дело это развалилось. Мне даже в суд не пришлось ходить, оно развалилось само собой. Вот как-то так. Поэтому водительское удовлетворение у меня на месте. По поводу автомобиля, как я уже говорил, будет уголовное дело возбуждено. Все равно оно будет возбуждено. Вот. И как-то так. Поэтому я надеюсь, он больше не будет прыгать на машину. Чем закончилась история из ролика про засовшие деревья на 2 миллиона рублей? История закончилась положительно. Денежные средства были возвращены нашему клиенту. Компания, в общем-то, зафиналила это все очень правильно. То есть ошибки бывают в любом бизнесе. Главное, чтобы бизнес мог, умел признавать эти ошибки. И тогда уважение этому бизнесу. Также написали, что клиенту озвучили стоимость претензий в 200 тысяч. Этого не может быть. Вероятнее всего, произошло у клиента какое-то недопонимание. Представление интересов заказчика под ключ, видимо, озвучена была сумма в 200 тысяч. Подготовка претензий в компании стоит порядка 30 тысяч рублей. И юристы об этом постоянно говорят. Что происходит с делом ВТБ с криптом? Дело с ВТБ ничем не происходит. Наша задача. Мы представляли интересы этих клиентов в этом банке. Вот и все. Что вы имеете в виду? То, что в наркочате писали, что якобы после нашего представления возбудили уголовное дело на них. Так, это такой вброс. Уголовное дело возбудили вообще по другому поводу на них. Поэтому мы к этому никакого отношения не имели. Мы занимались гражданской правовой составляющей этого дела. Вот. Если люди где-то совершают преступление, это уже мы к этому отношения никакого не имеем. И вины нашей в этом тоже нет. Поэтому это не к нам. И опять же, вина этого молодого человека также не доказана. Поэтому неизвестно, что будет там. Где ваша красивая девушка-оператор? Так вот она сидит. Иван, дайте голос. Это я. Неоднократно его в ролике же называли, а вы девушка. Да, кто же подходит этот? Ответственно подходит. Поэтому я вас разочарую. Иван, это, кстати, его тоже Иван зовут, Еремеев. Это не девушка красивая. Это Иван. Опять перепутали всех. Так, давайте еще раз для новых зрителей, которые присоединились к нашему стриму. Значит, сегодня с нами Александр Леонидович. Все его знают, наши давние подписчики его знают. Это надзор СПБ. Канал YouTube. Сейчас он активно развивает свой канал в Дзене. Поэтому зайдите в Дзен. Помогите продвинуться. Посмотрите, подпишитесь. Наверняка вас заинтересует тот контент. Там есть. Вот. И также новый гость у нас. Русская народная дружина Пересвет. Сейчас вот сам скажет. Командир русской народной дружины Пересвет. Это единственная дружина вообще в России. Организовалась она в Санкт-Петербурге 16 сентября прошлого года. Ну, по сей день идем вперед. Поддерживайте нас. Наш канал на YouTube русская народная дружина Пересвет. Подписывайтесь, поддерживайте. Смотрите наши ролики, наши выезды. Это и огневая подготовка, и тактическая медицина, и помощь в обществе нашему многострадальному народу. По обращениям которых мы выезжаем и пресекаем противоправную деятельность. Спасибо. Ну, и опять же, не только же противоправная деятельность, а еще и философия, что спортивного образа жизни, правильно, воспитание мужчин. Кстати, и девушек я в роликах ваших видел. И девчонки там принимают участие. У нас около десятка девушек и женщин, даже по 50 лет есть, приходят. Им интересно быть с нами, и даже на огневой подготовке интересно. Я тоже пойду. Очень полезно именно изучать тактическую медицину, в чем ее полезность. Не только помочь самому себе, но и ближнему. То есть, можно идти по тротуару, кто-то получит какие-то увечья. И обладая знаниями тактической медицины, можно помочь своему ближнему. В общем, канал полезный, подписывайтесь. Пользуясь случаем, хочу озвучить то, что у нас сегодня вечером будет прямой, первый прямой эфир на канале Русской народной дружины Пересвит. Но, видите, плавно перейдем от нас к Русской народной дружине. Поэтому и заодно с деятельностью ознакомитесь. Интересно. Я сам лично смотрел несколько роликов. Интересно. Интересно. Подписывайтесь. Возможно, у нас и совместные какие-то будут мероприятия. Поэтому и нас у них увидите, и их у нас. Поэтому подписывайтесь. Ссылки Иван, расставите, да? Чем заканчивается вся история с полицейскими? Ну, это такой вопрос сложный, как бы все истории. Они же все разные. Поэтому как? И хорошо заканчивается, и плохо. Поэтому, ну как плохо? Где-то полицейские хорошие, хорошо свою службу несут. Какие-то, менее хорошо. Вот. Да. Поэтому хороших полицейских хвалим. Не очень хороших, ну, жюри. Можно, вмешайся? Я тебе рассказывал историю, когда я министру Колокольцеву через электронное обращение написал требование о присвоении полицейской девушки старшему лейтенанту. И у меня очередного звания капитана. Так, ничего. Прямо сидел полвечера составлял со ссылками на нормы права, на ФЗ закон, на уставы полицейские. Присвоили? Нет, ее фотографию повесили в главке, как образец доблестного исполнения образцового девушки. Ну, тоже неблохо. Ну да, кое-что. Спрашиваете, сколько стоит ваша консультация? Скажите, что ваша консультация стоит 50, моя 20. Моя консультация стоит 50 тысяч рублей. Только не надо сейчас говорить, нифига ты, я обалдел. Объясняю почему. У меня очень много работы. Очень много работы. Я не считаю, что я могу проконсультировать клиента лучше, чем юристы, которые работают со мной. Не считаю. Ну, просто юристы, которые занимаются консультацией, они именно для этого и работают в МПЦ. Вот, моя же задача заключается несколько в ином. То есть, я не могу сидеть на консультации, всех консультировать и потом еще успевать осуществлять выезды. Поэтому уж кто совсем хочет получить эту консультацию, у меня, то он ее получит за 50 тысяч рублей. Либо он воспользуется консультацией любого из юристов, в том числе адвоката Юлии Владимировны. Почему бы и нет? Пожалуйста. 20 тысяч рублей. Да, и цена там совершенно другая. Там 20 тысяч рублей стоит консультации. Но. 20 тысяч уже. Вот, поэтому, но, опять же, я не проконсультирую вас лучше, чем проконсультирует Юлия Владимировна. Поэтому не нужно переплачивать, давайте, чтобы каждый занимался своей работой. А я буду заниматься выездами. Вот, ну, кто хочет, конечно, платите. Так. Какое напутствие можете дать выпускнику технику по специальности права и работы? Спасибо. Занимайтесь самообразованием максимально. И тогда все у вас получится. Галерея супер. Да, мы так же считаем. Галерея у нас супер. Надо что-то к нашей художнице, Саманте, обратиться. Что-то как-то мы давно ничего не рисовали. Надо еще что-нибудь поднарисовать. В облице подлежащего у нас там. Художник у вас сидит уже. Позывной взят не просто так. А вот это все Саманта у нас, в Москве девочка, вот это все рисовала. Первая вот эта картина организовалась. Вот. Потом вот эти все. С какими сотрудниками вы разошлись плохо при их увольнении, если таковые были? То есть каких причин? Личных или трудовых? Личных причин у меня явно никаких не было. Мне что делить-то лично с сотрудниками? По-разному люди уходили. Кто-то уходил по собственному желанию просто дальше развиваться там в другом месте где-то. Это нормальная практика на самом деле. Почему так вот некоторые люди остро реагируют? С МПЦ кто-то ушел. А с других организаций никто не уходит. И опять же, те люди, которые сейчас прибились, например, к Ердрею, они не уходили к Ердрею из МПЦ. Они были уволены в МПЦ каждый по своей причине. Уволены. И после этого они, если куда-то прибились, нам до этого нет никакого дела. Все те юристы, которые я считаю хорошими юристами, которые со мной уже давно, они при мне. А все остальные, как бы, меня мало интересуют. Особенно те, которых мы уволили. Которых вы видели в роликах на другом канале. Чем закончилась история, когда Воблик прыгнул на машину? Ну, я уже говорил, ничем она не закончилась для меня, для Вобликова закончится плохо. Картины топ, согласен. Заолог на картине хорош. Слушай, сколько может длиться бракоразводный процесс по вашему опыту? Это есть опыт? Если детей нет, то он вообще несколько не будет длиться. Если дети есть, то там пару месяцев и все. Детей нет, деление имущества и кредита. Два месяца и, соответственно, месяц наступления решения суда в законную силу. В среднем три месяца, если у супругов нет умных споров и только спор о расторжении брака. Все ваши вопросы относительно подобных тем вы можете задать на Игоря Владимировича номер телефона, который везде указан. Юристы, Илья, дадим вам ответы на все ваши вопросы. Я вижу вопросы и по банкротству. Пожалуйста, все вопросы туда в чат. И, соответственно, мы вам в течение одного-двух рабочих дней отвечаем. Также напоминаем вам, что мы в течение двух рабочих дней отвечаем. И убедительная просьба мне звонить на номер телефона, особенно мне осуществлять видеозвонки по вечерам в субботу и в воскресенье. Я вам с удовольствием на них отвечу, но тогда только в рамках платной консультации. Добрый день. Обязан ли я явиться на разговор с участковым? Написал в WhatsApp, что нужно явиться. Могу не производить, а не призодить, не приходить, видимо. Но полиция имеет право вас вызывать. Но точно так же есть определенный регламент, как он должен это делать. То есть вы должны получить повестку, в которой должны быть соответствующие атрибуты. То есть по какому делу он вас вызывает, номер этого дела, в качестве кого он вас вызывает. И все. Если этого нет, то обязанностей являться у вас, конечно же, нет. Я могу по собственному, например, сказать опыт. Когда я работал в милиции, это было очень давно. К нам никто не ходил. Ты ноги в руки и пошел туда. Надо тебе получить объяснение. Ты поехал. Сейчас же они почему-то какую-то моду взяли, звонят и приходи. Но обязаны вы прийти. Но вас должны вызвать так, как положено. То есть повесткой, либо уведомлением. В котором, опять же, должны быть те реквизиты, о которых я вам только что сказал. В чем история с собакой закончилась? Пока ничем. Пока ничем. Она еще длится. Собаки возглевали ногу одну? Там, ну, точно. По-моему, там разбудились, да. Ну, история не закончена. История еще длится. Поэтому рано говорить, что когда она закончится, мы пока не знаем. Подскажите, пожалуйста, как бороться с шумными соседями сверху? Ну, вопрос по шумным соседям, это вообще настолько актуальная проблема. И бороться с ними, ну, вообще бесполезно, только договориться. Раньше, раньше, опять же, когда я служил, мы, приезжая к шумным соседям, естественно, им звонишь, дверь они не открывают. Но мы делали хитрее, мы не звонили. Мы просто выключали. Рубили. И стояли у квартиры, просто ждали. Открывается дверь в какой-то момент. И после этого мы здрастим, говорим. Вот. И пресекаем всю эту историю. Вот. Сейчас практика какая-то другая. То есть, если соседи у вас шумят, там музыка, либо там какая-то пьянка идет, не дают вам спокойно отдыхать ночью. Вы звоните в полицию. Полиция приезжает через 2-3 часа, а то и утром. И причем они звонят в дверь не нарушителю, а заявителю. То есть, вы слушали шумных соседей, еще там пару часов, пока они не успокоились. Потом все-таки с больной головой вы ложитесь спать. И через несколько часов, через парочку часов вам опять звонок в дверь. Это пришла полиция, спрашивает, что у вас случилось? И вы с такой головой говорите, в момент лучше бы не приезжали. Там уже все нормально. А, ну все, претензий нет, мы поехали. Вот так это происходит. Поэтому проблемы с шумными соседями существуют. Как бороться с ним, никто не знает. Чтобы их привлечь к ответственности, это необходимо приехать, зафиксировать этот шум. И тогда можно их по мелкому хулиганству привлекать. Но штраф там копеечный, а доказательную базу собирать очень долго. У меня тут словно. Чем закончилась история с провалившимся полуквартирой семьи с ребенком? Почему этот ролик удалился? Секунду, по поводу. Почему? Мы его разместили заново. Это YouTube там почему-то, видимо, администрация пожаловалась и его удалили. Но этот ролик мы снова разместили. А история закончилась тем, что им предоставили все-таки более-менее нормальное жилье из маневренного фонда. И сейчас там ведется в их квартире капитальный ремонт. Поэтому капитальный ремонт администрация отвела 6 месяцев. Поэтому через 6 месяцев, получается, осталось месяцев 5. Все будет устранено и наши клиенты снова вернутся в свою квартиру. А у меня тут интересный момент был месяц назад, когда теплые дни начались. Пьяная компания полдвенадцатого ночи бухает на детской площадке прямо перед домом. Естественно, орут, шумят, бутылки извинят. Звонок в полицию. 20 минут нет ничего. Жалоба. Через 4 минуты после жалобы прилетает наряд ППС и всех разгоняет. Ну, нормально. Вот, то есть, 24 минуты на то, чтобы устранить алкашнюк, который бухает на детской площадке прямо. Какая практика у вас по ФСС-115? Ну, практика, как бы, больше положительная, конечно. Но есть и отрицательная практика. Понятно, что с банками судиться достаточно тяжело. Но больше всего мы все-таки решаем в досудебном порядке. То есть, происходят разблокировки. У меня собственная история была тоже по 115, мы тоже заблокировали. Но тоже все в досудебке, все решили. Как это безопасить себя от навязанных услуг в автосалоне при покупке приед? Договор, читать внимательно. Все, читать внимательно договор, договор, договор. Мы машину тогда купили, кстати, когда мы наскрытую камеру сняли. Как навязывали услугу и в итоге, вот прошло 2 года, клиенту предоставили новый автомобиль. Это ролик по Аларм Моторс на Саушке на 107 или 109, или 108. Вот. То есть, все, машину он получил, получил неустойку. Все прекрасно. Здоровчики, куда карлик пропал? Слушайте, даже не в курсе, у нас как бы карликов-то не было. Если вы... Это не наш карлик. Да, это не наш, как бы поэтому вы... Проборит собака по кличке Другок. Другой чат обратитесь. Но они, по-моему, тоже его потеряли, потому что они тоже от него открещиваются. Не знаю. Вообще, у него есть свой канал. Не хочется рекламировать, конечно. Господин Малыш, например, вообще сказал, что он не знает и несет за него. Да, да, да. Поэтому... У нас карликов не было, поэтому... Перерыв. Почему власти не борются с телефонными мошенниками, представляющимися, следователями, дознавателями? Почему не борются-то? Борются они. Просто это сложно с ними бороться. Это же все с высокими технологиями связано. Вот здесь тоже комментарий есть, что у Тинькова автоматическая система, которая распознает по определенным фразам и тут же его блокирует. Поняли, да, реклама Тинькова? Реклама Тинькова. Но, но, что касается Тинькова, буквально вчера я ездил на выезд, или позавчера, позавчера, да, Тиньков инвестиции, вот, сейчас они называются Т-инвестиции, я не знаю, почему ребрендинг произошел, я так полагаю, что бывший собственник Тинькова все-таки предъявил им какие-то права на это название. Ну, неважно, в общем, там проблемы, у человека пропали несколько десятков тысяч долларов, вот, другие продукты инвестиционные, и этот банк просто от всего морозится. То есть мы вчера приехали, они спрятались, забаррикадировались. А куда приехали? А у них офис, у Тинвестиции, офис у них на этом, на Среднеохтинском проспекте, здесь у нас в Питере, бизнес-центр Регал или как-то. Там появился, соответственно, опыт, здесь, а ситуация клиента такова, что у него был вклад валютный, вот, и, соответственно, Тиньков снял с валютного вклада все его денежные средства, и якобы нашел их через полтора года и перевел их в рублевый. Он говорит, ну, как-то странно, был валютный, стал рублевый, на что ему менеджер ответил, что, ну, мы же под хороший курс вам перевели их в рублевый. А он говорит, а какой курс? Ну, типа под хороший. Под хороший, да. Верь на слово. А хороший он для кого? Не, ну, раньше можно было в долларах прямо в Тинькове открывать вклад, то есть, я так понимаю, с того времени, потом они из системы удалили вот это вот, и отсюда все вот это... Ну, потому что они привели Тиньков к тому же регламенту, что и остальные банки... Сейчас только юаник из иностранной валюты нужный. Ну, смысл в том, что они... Претензия-то к ним, одна претензия, дайте мне информацию сначала, чтобы мы могли ее изучить, проанализировать, а потом принимать какие-то решения. Так они это не дают. Менеджер по телефону говорит, ну, давайте я вам сейчас на словах, ну, раскидаю все, как бы, типа, пойду. Я беру другую, говорю, в смысле на словах? А мы, если в суд пойдем, мы как это раскидывать? В суде-то будем твои слова. Ты говорю, дай нам бумагу-то. Вот эти деньги потерялись по такой-то причине. Эти по такой-то. Мы проанализируем и потом решим. Все. Закрылись. Стыла. И полиция тоже не приехала, кстати. Вас полчаса там прождали, не приехала полиция. У нас в чате есть работники Тиньков. Да? Работники Тиньков, повлияете. Средний, какой? Средний Охтинский проспект, Тиньков инвестиции. Вчера просто вели план крепость и забаррикадировались, и никакой информации не предоставляют. Малоохтинский. А? Малоохтинский. Малоохтинский, да. Малоохтинский. Здравствуйте, продолжаем. По поводу соседей. А как бороться с курящими соседями? Табачный бык от... Бык. Табачный дым, от которых попадает в квартиру. На самом деле, это тоже такой же бич. Он курит в своей квартире, ничего ты ему не сделаешь. Потому что, вот если он выйдет на площадку, например, покурить, здесь вы можете ему предъявить претензию, выдать в полицию. Фаза номер 15. Да, формально он совершает административное правонарушение. Вот, курит не в месте специально для этого отведенном. Вот. А дома он может курить. Это будет... Если это попадает к вам через вентиляцию, то есть, тут как бы, ну, чисто строительный совет, поставьте с обратным клапаном вот эти вот вытяжки. А юридический совет. Положить что-нибудь, что пропитается запахом дорогое. Да, вот. И дальше ущерб. Ну, нет, так он... А, умысла нет. Умысла нет у человека, да. То есть, не будет состава. Он курит у себя дома. Ну, потому что, на что правовое, Василий. На что надо обратить внимание? Нет, у него при покупке на Остово Вилево. Он, 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 он будет, он будет куй. Я также сталкиваюсь с такой же фигнёй. То есть, выходит, но если он на общий балкон выходит, я выгляду и просто говорю, свалите оттуда и курите дома. Я говорю, а с балкона валите? А что я говорю? Ну, потому что вы покурили, ушли, а я нюхаю эту. И банку свою заберите, который, да, хап-хапчики не бросает. Всё, то есть, вот только так. Но если он стоит на своём балконе курит, то ты ему ничего не делаешь. Если он хамарик бросит вниз, совершил правонарушение, можно вызывать, и всё, если ты зафиксировал это, полицейский на него протокол составит. Вот. На что надо обратить внимание при покупке нового автомобиля? На хорошего юриста, который это всё рассматривает. Я бы ответил по-русски сначала. Никакой договорной подсудности не должно быть. И никаких увеличенных сроков гарантии. Потому что сейчас автосалоны стали писать такие уникальные фразы, что в связи с санкциями у нас сроки на поставку запасных частей и ремонт, они у нас увеличиваются. Но, увы, 20-ю статью закона о защите прав потребителей никто не отменил. На самом деле, здесь покупатель может применять какую-то хитрость свою. Вот то, что договорная подсудность. Если потребитель приходит, то на этот пункт вообще можно внимания не обращать. Потому что он уже в силу статьи 16 уже является недействительным. Поэтому с этим можно соглашаться, с этими пунктами договора, чтобы не пугать автосалон. Пускай расписывайтесь за это. Потому что все условия договора, которые ущемляют права потребителя, они являются в силу статьи 16 недействительными. То есть, если вы потом предъявляете какие-то требования автосалону и подавая исковое заявление в суд, вы просто пишете, что такие-то пункты в соответствии с такой-то статьей признать недействительным. И вы совершенно спокойно все взыскиваете. Если будете выставить акцент автосалону на этом, то вы просто не купите автомобиль. Они скажут, нет, мы договор не меняем, досвидули. Либо просто насторожаться, скажут уже на всякий случай мы вам откажем. А, кстати, очень хорошая действенная мера это заявление в Роспотребнадзор о том, что с вами подписали договор, в котором ущемляются ваши права потребителя. Ну и будет отказняк на основании 306-го постановления. И требования недопустимости ущемления прав потребителей не составляют. Ну, это в зависимости от того, как ты дальше будешь. Ну, я долблю, как только могу, не составляют. Расскажите, пожалуйста, по закону собака должна быть на мордике на выголе? Не вся. Не всякая собака должна быть. А вот, например, в твой интерьер не должны быть на мордике. Но им одевают на мордике, чтобы они, извините, какашки не ели. Там вот нюанс такой, что вот этот наш региональный закон о выголе домашних животных, там сделано и или собака выше 40 сантиметров в холке, либо должна быть на мордике, либо на поводке. Либо в том и в том. Ну, правильные, например, любители собак правильные. Они, если собака все равно, там, бойцовская, они все равно ее выгуливают именно в наморнике. И даже на поводке. И выгуливают их на специальных, например, площадках. То есть это правильно. Есть неправильные, которые собака бежит, бойцовская какая-нибудь там, ни поводка, ни наморника. Причем замечания делать я вам не советую вот этим вот, как они называются, нерадивым вот этим хозяем этих собак. Потому что собака может среагировать на это. То есть вы сделали замечание, тут вам что-то в ответ, собака не поняла и может как бы напасть на вас. Поэтому не делайте замечания. Если уж хотите, там вызвали полицию, он все там гуляет, подъедет, наряд, привлекут. Вот примерно так. Но мы все видели еще, что некоторые в офисы приводят собак, у которых 40 сантиметров в полке. Да, да, да. Это адвокат, он просто все знает и приводит в офис собаку. Просто если вы приходите в определенные юридические компании, не надо удивляться, что собака свыше 40 сантиметров в полке бегает по офису. Вот. Ну, адвокат даже знает зоологическое право. В каком-то ролике вы общались с Андрюшкой по телефону, он получает у вас консультации. Да, он получал у меня консультации, у него был такой тариф до того момента, пока он не поступил плохо, теперь он тарифа этого лишен. И в связи с этим он очень сильно расстроился, переживает и постоянно пытается на пакости какие-то делать. Потому что где ему теперь консультироваться? Только в консультанте плюс. А консультант плюс что? Это платный сервис. А он что? А он не любит платить, у него машина, например, на армянских номерах. Он там, где только можно, пытается как бульдовать. Он по автосалонам ходил, попрошайничал, чтобы ему машины давали там покататься и так далее. Поэтому он очень не любит собственные деньги тратить. Поэтому он был расстроен этим фактом. Но придется смириться, что называется. Был оформлен договор займа между физлицом и ИП на сумму полтора миллиона. Человек получил деньги и подал на банкротство. Платить не хочет. Каковы шансы вернуть деньги? Ну, мне сложно сказать, каковы шансы ваши. Не знаю. Если у него ничего нет, он обанкротится, конечно, он ничего не получит. Но ИП отвечает имуществом за свои долги. Это понятно. Если у него ничего нет, то все. Есть вариант провести процедуру банкротства так, чтобы долги за ним оставить, чтобы долги не списались. То есть его признают банкротом, но долги с него не списывают. Вот если так вам удастся сделать, то тогда суды выносят иногда такие решения. Но по моему собственному опыту сначала было судебное решение индивидуального предпринимателя признать банкротом. Но долги не списать. Но Апеляшка потом отменила это решение, сославшись на то, что процедура банкротства это все-таки оздоровительная процедура. И надо дать второй шанс этому предпринимателю. Предприниматель куплик Ксения, кстати, она поставила мне лично 8 лет назад кухонный гарнитур, итальянский типа. Оказался не итальянский. Я ее мотал по судам 7 лет, она плакала в суде арбитражном первой инстанции. И примерно так. Поэтому если кто-то с ней встретится, то бегите от нее. Это жулик. Дама жулик. Но в вашем случае, если удастся вам так сделать, то тогда долги с него не спишутся. И тогда у вас будут все шансы эти долги потом получить. Потому что ему надоест, может быть, он же не сможет за границу ездить. И так далее. И в каком-то конечном итоге принесет вам эти деньги. Какое мнение о новом министре обороны? Да никакого, в общем-то. Какое мне мнение о новом министре обороны? Я его не знаю, он только назначен. Если вас интересует вопрос, почему назначили министром обороны человека гражданского, то по большому-то счету это не важно. Если он может руководить этим ведомством, и у него все равно в любом случае все советники-то будут военные, и по результату мы посмотрим, то почему бы и нет. Практика такая в других государствах существует, поэтому посмотрим, посмотрим. Здравствуйте, у моего друга было ДТП на служебном авто. Ущерб на 200 тысяч. Страховая возместила 110 тысяч потерпевшему, но тот не согласен и пытается зайти в суд на друга. Есть шанс отбиться? Ну, я вам не могу сказать, есть шанс отбиться от иска, потому что я не знаю всех деталей этого дела. Я так понимаю, что ваш друг, он виновник этого ДТП. Поэтому в любом случае сумма, которая будет, то есть страховая, если возместила 110 тысяч, то есть ущерб оставшийся, да, получается у нас 90 тысяч рублей. Он взыскивается с виновника. Поэтому оббиться от иска, ну, шанс всегда есть, но в данном случае, скорее всего, нет. Петербург намерен предложить изменение в федеральный закон, чтобы запретить электросамокатчикам ездить по тротуарам и площадям, рассказал глава региона Александр Беглов. Что вы об этом думаете? Я думаю об этом, что этот закон давно надо было вносить уже, потому что они мало того, что взбивают людей, детей, которые попадают потом в больницы с различными степенями телесных повреждений, с переломами, так они еще друг в друга врезаются. Сколько таких случаев даже в интернете, если посмотреть, они просто едут вроде тротуар огроменный, и они все равно, их траектории пересекаются. Поэтому, конечно, им запретить ездить там, где ходят люди. Но они будут ездить по дорогам и будут врезаться в автомобили, будут там страдать. А может вообще перестанут ездить на этих самокатов, будет все очень хорошо. Как взять кредит и не платить? Странные вопросы. Вы, наверное, нас просто перепутали с кем-то. Вам надо более профильные каналы найти, как взять и не платить. Мы этому не учим, как не платить. Если вы взяли кредит и по каким-то потом жизненным обстоятельствам не можете выплачивать этот кредит, то существует процедура такая, как банкротство. Но если вы хотите прямо взять кредит, чтобы его не платить, то не забывайте здесь об уголовном кодексе. Здравствуйте. Чем закончилась история с подполковником Росгвардии, который толкал вас в отделе полиции? А она с ним ничем. Заявление несколько было написано, Следственный комитет в том числе. Понятное дело, что не уволят его из органов уголовной ответственности и, конечно же, не привлекут. Но я думаю, какие-то сложности по службе он получил. Это 100%. Но нам об этом, конечно, не расскажут. Не может это остаться все равно безнаказанным, по крайней мере, внутри их коллектива. Так, ну я еще обещал, тут нам подписчики регулярно дарят всякие предметы, изделия. И вот поблагодарить хочу подписчика. Честно говоря, он уже давненько это прислал. Я ему обещал, что я покажу. Вот такая вот штучка. Кто угадает, что это такое, сейчас в комментариях, первый, тот получит от меня презент. Поэтому смотрите, что это такое, что вы думаете. Только не говорите, что это боксерские перчатки карлика. Еще один наш верный подписчик, вот что нам подарил. Как называется граната? В комментах пишите, то же самое получите от меня. приз. Только хоть скажите, что она не боевая. А я сейчас скажу, да, чтобы там к нам не приехал сейчас кто-нибудь. Вот видите, как бы это не боевая граната, это, скажем так, муляж. Запал то же самое, его там нет запала. То есть это просто муляж. И вот написано здесь, видите, что? МПЦ. Кто первый напишет, как называется граната? Пишет? Чего пишет? Иван, следите за этим. Кто первый напишет? Ник у него запомните. Нет, не собачки. Не скажу сейчас, они услышат. Сейчас я напишу вам, чтобы вы знали, что это такое. Я же сказал, не пишите, что это перчатки карлика. Нет. Это в машину писюлька. Нет, висюлька. В машину на зеркало нет. Ароматизатор нет. Боксерские перчатки, брелок нет. Так, тапочки нет. Так, давайте еще раз покажу. Посмотрите. Подумайте, что. Освежитель воздуха нет. Ключница. Есть ответ. Ник. Н1 К русская. Ай, палочка с точкой. 4. Нашли? Так, все. Ник Н1 Получит от меня приз. С вами свяжемся. Так, все. По этой ключнице, то есть написал, эта ключница, это нам прислал наш подписчик. Это ключница. Все. Победитель у нас есть. Победитель получит вот такую кружку. Ботинки для карыка, они продолжают. Так, по гранате. Граната никого не заинтересовала, короче. Боксерские носки. Ф1. Ф1, нет, неправильно. Ф1, правильно. Нет, неправильно. Так, а что-то у нас с этим, этим конкурсом, у нас вопросы пропали. А куда делось? Игуделись-то вопросы. Все. С конкурсом закончили. Так, Виктор Сапега у нас, да, получается? Виктор Сапега. Так, Виктор Сапега получает тоже кружку у нас, тоже самое алгоритмы. Напишите нам в телеге, и мы вам пришлем. Чем закончилась история с клубным сервисом? А чем она закончилась? Мы выехали туда, пообщались, и все. Грязь прекратилась на нашего клиента. Вот, они там немножко в интернете еще поспорили, и все улеглось. Поэтому мы показали позицию нашего клиента, потому что изначально она была искажена на достаточно крупном канале. Мы показали позицию нашего клиента на нашем канале. Все, они не льют больше грязь на нашего клиента, и нам они, по сути, тоже не интересны. Юридический стаж более 10 лет, но нет юридического образования. Можно ли попасть к вам в команду? К сожалению, нет. Если юридический стаж у вас есть, но нет образования юридического, значит, мы не можем вас принять в нашу команду, потому что у нас все имеют юридическое образование. Приветствую всех, спасибо за ваш труд. Чем закончилась история с Майбахом? История с Майбахом еще продолжается, она не закончилась. Там спор идет по вот этому автомобилю. Автомобиль никому сейчас не возвращается, ни нашему клиенту, ни той организации, потому что там спорный договор купли-продажи. Поэтому пока еще дело идет, дело в суде. Здравствуйте, можно ли продать машину, если она в залоге у банка? Нет, закон запрещает это. Добрый день, если затопило машину от дождя, возможно ли взыскать неустойку за несвоевременную уборку канализации? Ну, во-первых, если у вас автомобиль затопило, то, наверное, от того, что канализацию не убирали, вряд ли его сможет затопить. В любом случае, ущерб весь взыскивается с причинителя вреда. Вот если кто будет установлен как причинитель вреда, тот и будет вам выплачивать этот ущерб. Когда бой с коротышкой? Какой бой? Я не знаю, в Москве был уже, коротышка получил по лицу, но, наверное, уже никогда в зал он не приходил. Ваше мнение, Саныч, прочитаете, наконец, или нет? Ни один я спрашиваю. Тут несколько человек, несколько челов интересуются. А что мое мнение о Саныче? Что вы имеете в виду? Мы с Сан Санычем какие-то совместные рейды проводили. Что у них там приключилось с той организацией? Я, честно говоря, особо-то не знаю. Мнение может быть, если бы я знал, в чем там суть дела. Не знаю. Сложно судить из того, что мне говорили по этому делу. То, я не знаю, там состава преступления никакого нет. Странно это все очень выглядело. Не знаю. Я состава не видел. Из того, что мне говорил его адвокат. Молодой юрист был, который ушел к Ердрею. Почему? У нас никто, я уже повторяю, не уходил к Ердрею. Мы увольняем, если юриста. И потом, если куда-то он идет, это не наши проблемы. Все юристы, которых вы видели у Ердрея, были уволены. Один за то, что деньги воровал. Второй за пьянки вечные. Ну, как вечные. После второй пьянки он был уволен. Третий был уволен, потому что в несколько дней принес плохие вести. Три суда он проиграл. Поэтому он был, естественно, уволен. Вернее, он даже не уволен был. Он испугался почему-то прийти в офис и объяснить, почему так произошло. Ну, разумеется, мы с ним расстались. Потом они всплыли у Ердрея. Где они всплывают, мне вообще не интересно. Ердрея, если собирает сливки МПЦ, ну, пусть собирает. И сливки – это от слова слив, чтобы вы понимали. Все человеки – братья. Согласен. Как анализировать судебную практику и разбираться в юридистпруденции, если я не юрист? Блин, да никак. Зачем вам это делать? Ну, а что каждый день юридические вопросы возникают? Но наймите юриста, когда будет какой-то юридический вопрос. Так будет лучше. Как вам в команду попасть? Прислать информацию о себе. Присылайте информацию о себе. Мы смотрим, смотря из какого региона, есть ли потребность в этом. И дальше уже разговариваем. Я являюсь сотрудником Росгвардии. Наш безопасник выдернул меня на выходном дне для проверки на наркотики, мета-свидетельствования, кровь и моча. При этом никаких предписаний у него не было. А вы просто в чем? Законный или нет? Или просто поделились? Я сомневаюсь, что не было неких оснований. Выдернули вас, вы пришли. Вы, как сотрудник Росгвардии, обязаны являться в определенных ситуациях, даже несмотря на то, что вы находитесь на выходном дне. Все это прописано в вашем федеральном законе. Поэтому вопросы здесь сформулируете. Можете обратиться к нам на WhatsApp. Подробно расскажете, в чем проблема. Я так понимаю, проблема в том, что вас что-то там нашли в крови или в моче. В этом проблема. И у вас сейчас сложности, проблемы по службе. Просто непонятно. Выдернул, выдернул. Если вас выдернули на работу в нерабочий день, вам обязаны его оплатить. Этот рабочий день. Поэтому вопрос просто сформулируйте. Чем закончилось дело с осужденным сотрудником ФСБ и соседом? Сотрудник ФСБ был осужден, он освободился. Сейчас пытаемся что-то сделать. Но, естественно, там перспектива очень такая туманная, скажем так. Скорее всего, вряд ли что-то получится исправить. Был ли опыт работы с призывом? Нет. Что скажете про них? Был опыт работы? Производство Вадима Геннадьевича сейчас. Сейчас есть, было до этого, они вопрос с нашим клиентом закрыли. И сейчас будет одно дело, то же самое с этой же организацией. Поэтому сейчас готовим претензию. Сейчас у нас посмотрят призыва. Нет, будут готовиться к нашему приходу. Но мы не скажем, где это будет, где, в каком городе. Поэтому все скоро увидите. Озвучили, что консультация 10 тысяч рублей, а на сайте от 3 тысяч. Как это так? Дайте ответ. Ну, видимо, в конкретном случае вам сказали 10. Ну, 10 это в любом случае от 3. Поэтому, не знаю, если обратились, вам озвучили. Значит, вопрос ваш оценили именно в эту сумму. Что думаете о ситуации со СтопХам? Ну, по СтопХам я уже говорил свое мнение. Если вам полицейский, даже если он в штатском, сказал, что он сотрудник полиции, независимо от того, предъявил он вам удостоверение или нет, он является сотрудником полиции. И в этой ситуации не надо никаких противоправных действий в отношении них. То есть, полицейский, как я вижу просто эту ситуацию, я никого не защищаю. Просто я сам, вот если, например, даже представьте ситуацию. Выходит, например, погулять с собакой какой-то человек, предположим. Он полицейский, но он в штатском. Происходит какое-то правонарушение или преступление. Он производит какие-то действия. Представляется, что он сотрудник полиции, но удостоверение он забыл дома. И все равно правонарушитель, если он нарушит закон в отношении вот этого полицейского, который не показал ему удостоверение, потому что у него с собой его не было, он будет отвечать за это по закону, как с полицейским. Либо это применение насилия в отношении полицейского, либо оскорбление представителя власти и так далее. Потому что при отсутствии удостоверения он не перестает быть сотрудником полиции. И он вам сказал, что он сотрудник полиции. Вы скажете, ну а вдруг, типа, это человек не полицейский, а соврал. А это другой же вопрос. Соврал, значит, соврал. Но если не соврал, значит, вам не повезло. Поэтому, если вам сказали, что это полицейский, что у него какие-то мероприятия они здесь проводят, ну не надо, вот не надо было лезть просто к ним. Вот это мое мнение. Просто ребята здесь поступили не совсем верно. Понятно, что их показательно, наверное, как-то там осудили. Но опять же, надо понимать, что они вступили вот в эти пререкания, которые привели к уголовному делу, именно с полицейским. Полицейский представился. Он сказал, что он полицейский и сказал им, чтобы они не мешали. Вот это мое мнение. То есть ребятам надо было просто на этом моменте развернуться и уйти. Вызвать полицию, например, сказать, что вот кто-то представляется там полицейским и так далее. Вот. Это мое мнение. Кто-то может согласиться, кто-то нет. Но я бы поступил в этой ситуации именно так. И всем советую, если вам сказали, что человек полицейский, даже не предъявив удостоверение, ну не надо, не усложняйте ситуацию, незачем это. Позвоните в полицию, сообщите, пускай приедет наряд и уже с этим разбирается. На ваш взгляд, можно ли закрыть магазин за тухляк и просрок до того момента, как отравится кто-нибудь? Можно, да, если Роспотребнадзор, вызовите Роспотребнадзор или полицию. Полиция может также вызвать бригаду Роспотребнадзора. Приедут они, проведут проверку, могут, да, если основания будут, значит могут и приостановить деятельность организации. Подскажите, возможно ли получить собственность брошенной авто, если возможно, как поставить на учет, если автомобиль не на ходу? А как это брошенное авто? Авто кому-то принадлежит. Если вы купите это брошенное авто, то вы, конечно же, сможете поставить его на учет. Если автомобиль не на ходу, ну можно привезти его туда на эвакуаторе, поставить на учет и везете его так же. Насколько это вам нужно? Только возникает вопрос здесь. Сколько длится консультация по времени и входит ли фото в стоимость в конце консультации? Что входит? Сколько длится по времени консультация и входит ли в консультацию совместное фото? Совместное фото мы можем и так сделать, без всякой консультации. Консультация по времени не ограничена. Пока мы не ответим на все ваши вопросы в рамках данной темы, по которой вы к нам пришли, соответственно, консультация будет продолжаться. Авито блокирует платные объявления без возврата средств, так как по их мнению это нарушает правила, но подобных объявлений у конкурентов полно и их не удаляют. Что можно в этой ситуации сделать? Во-первых, необходимо, если вам удалили платное объявление, вы пишите им претензию. Они должны вашу претензию рассмотреть и ответить вам, почему они удалили. Если они удалили согласно каким-то правилам своим, значит они должны дать вам ссылку на эти правила, что конкретно вы нарушили. Но в любом случае, деньги они должны вам вернуть. Если вы заплатили за объявление, а фактически это объявление было опубликовано и удалено сразу же, то они должны вам эти деньги вернуть. Потому что услуга-то не оказана. Вы оплачиваете объявление, чтобы оно висело постоянно. Если они удаляют это объявление, даже если это нарушает какие-то правила, значит они деньги вам должны вернуть. Пишите им претензию, получайте от них ответ и дальше уже анализируйте этот ответ и вы же принимаете решение, что делать дальше. Но поскольку суммы-то маленькие, поэтому никто естественно в суд не пойдет по этому поводу. Потому что юристу надо будет заплатить денег и если там цена вопроса 3, 5, 10 тысяч рублей, юристу вы заплатите не меньше 50-60 тысяч за процесс, то эти судебные расходы вам в суд маловероятно что возместит. Поэтому вы будете в минусе. Если только чисто принципиально это сделать, тогда да. ИП ликвидировано еще в 2019 году, начисляются пени, задолженность около 140 тысяч рублей. Возможно ли закрыть этот вопрос налоговой? ИП ликвидировано еще в 2019 году. А как ИП ликвидировалось, если были какие-то задолженности? Это же налоговая ликвидирует, а потом откуда эта задолженность? Вам надо просто с налоговой связаться и попросить их данные пени в связи с закрытием ИП не начислять. Вам налоговая даст ответ, почему, на каком основании они вам начисляют эти пени. Более того, например, срок исковой давности уже исключает начисление вам пений. И на что эти пени начисляются? Пени на пени начисляться не могут. То есть на что они вам эти пени начитают? У вас была какая-то задолженность, но опять же срок исковой давности 3 года. Начислять они вам уже за 19 год не могут, за 20 тоже уже не могут. Поэтому свяжитесь с налоговой, пускай они вам дадут ответ, на каком основании они вам пени начисляют. Но в суд они тоже не обращаются, значит понимают, что судебной перспективы нет. Так, есть ли практика, когда страховщик выдает направление на ремонт по ОСАГО? СТО смотрела, смотрела транспортное средство и при этом все, одна отписка в плане того, что отдайте, отдавайте машину и все, ничего не понял. Ну можно я отвечу? Да. Здесь на самом деле достаточно все просто. У страховщика есть обязанность полностью возместить ущерб. И страховщики на самом деле добились того, чтобы сделать это в натуральном исполнении. Они долго рассказывали о том, как все люди обманывают, как они все хотят, как они все хотят получить деньги, обогатиться за счет страховой компании. Но практически их сейчас вся эта процедура и не устраивает. Поэтому страховщик вам обязан выдать направление. Вот сейчас такое дело есть в производстве по одному известному, кстати, автодилеру. Вот. Страховщик вам выдает направление, а дальше уже, извините, вы, вы обязаны передать станции техобслуживания, автомашину в ремонт. И страховщик здесь закончилась зона ответственности. Дальше за качество ремонта и за все уже отвечает перед вами станция техобслуживания. Поэтому вот здесь надо, да, быть внимательным. И поэтому, когда вы говорите отписка, ну а если вы не устроены действиями страховщика, то письмо финансовому обусмену и потом уже в суд. Добрый день, Игорь Владимирович. Не могу добиться выплат по исполнительному листу. У ответчика более 5000 дел по одной конторе и около 100 по другой конторе. Разговаривала с прокурором. Она сказала, что все дела являются гражданскими. Притянуть мошенничество там очень сложно. Посоветовали какой-нибудь общественный резонанс? Либо нужно всем людям сразу же писать одномоментное заявление, что невозможно. Помогите в этом нелегком деле. Так, исполнительный лист, если есть, значит это гражданско-правовые отношения. Если у них масса исполнительных производств, то скорее всего там уже взыскать ничего невозможно. Если банкротить только ответчика, но опять же, если у него какое-то имущество, можно ли будет получить? Но 5000 исполнительных производств, какое должно быть имущество, чтобы удовлетворили требования всех кредиторов? Ну, маловероятно. Общественный резонанс, а этот ответчик, что продолжает свою деятельность или что? Дальше дурачит как-то людей. Если он прекратил свою деятельность, то и резонанс. Если напишите даже одновременное заявление, ну это тоже ничего не даст. Потому что гражданско-правовые отношения. А можно я дополню? Да. А в чем проблема пристава заявить ходатайство в привлечении к уголовной ответственности за неисполнение требований исполнительного производства? Приставу написать ходатайство о проведении каких-либо действий преднудительного характера. Если приставы не делают, тогда пожалуйста КСРФ в помощь. Вопрос, как вы понуждаете пристава работать? Если вы не заявили ходатайство, по которому пристав должен что-то сделать, тогда не надо ждать от пристава о том, что он самостоятельно будет работать по 5000 производств. Вот и все. Он стандартные процедуры проводит. Он направляет запросы в банки. И все. О наличии денежных средств на счетах должника. Все. И получает ответы, что ничего нет. Три месяца проходит, он вообще может закруглить исполнительное производство и отправить за невозможностью взыскания. В этом случае необходимо исполнительный лист опять заворачивать приставу. И правильно Вадим Геннадьевич сказал, пристава необходимо немножко подгонять, чтобы он делал эту работу. Мне не дают купить абонемент в зал, в котором работал. Возможно ли их привлечь, учитывая связи в Роспотребнадзоре? Письменный отказ не написали, на мою претензию не ответили. Приходите просто в этот зал, включаете телефон и начинаете записывать. Хочу купить абонемент у вас. И они вам что-то должны сказать. То есть скажут, нет, мы вам не продадим. Когда это зафиксировали, пишите заявление в Роспотребнадзор, отказать вам в услуге они не имеют права. Роспотребнадзор должен их привлечь. Вот примерно такой алгоритм. Сходите в этот зал, снимите видео, можете прислать нам, мы посмотрим с удовольствием. Затопили застрахованную квартиру, добровольно выплатили ущерб. Страховая подает в суд с регрессом на взыскание соседу. Сосед дважды получил выплату. Что нам делать? Да все очень просто. Если вы заплатили деньги соседу за ущерб, надо просто взять была расписку в соответствии с 408 пункт 2 Гражданского кодекса, что у вас кредитор принял исполнение обязательства. И в данной ситуации, если ему выплатила страховая компания, то тогда уже платить второй раз вы никак не должны, потому что тогда возникнет неосновательное обогащение. Если у вас есть расписка о полном возмещении ущерба, то все нормально. Как-то так. Какие могут быть последствия умышленного банкротства для физлиц? Есть статья Уголовного кодекса «Преднамеренное банкротство». Такие последствия могут у вас быть. А могут еще и мошенничество разбудить. У нас есть такие вот… Правда, мошенничество там вряд ли, конечно. Но у вас есть один такой случай, когда в отношении нашего клиента… Да, Вадим Геннадьевич? Вот, бдили мошенничество. А вот. Кстати, там что, меру пресечения не изменили? Так же под домашним? Или это будет еще вторник? Или это вторник будет? Это уже был? Нет, уже было. Там прокуратура отозвала представление о изменении меры пресечения под стражу. То есть, высшестоящему суду нечего. А, ну все, они просто хотели изменить, что нашу клиентку отправить под стражу. У нее домашний арест. Видимо, даже суд понимает, что перспектива этого дела… Прокуратура понимает. Нет, ну там очень… Ну и суд же понимает, он же сначала-то, изначально-то в суде-то домашний арест же… Там вообще ситуация мега интересная. Фабула преступления, что Иванова подала заявление о разводе с Петровым. Значит, осуществила фиктивный развод. Это по фабуле следствия. После этого она, продолжая совершать противоправные действия, осуществила подачу иска о разделе имущества. И дело прошло там все инстанции, включая Верховный суд. И тем самым кредитор у нас недополучил бедные суммы, которую следствие даже не знает, какую он недополучил. Но, тем не менее, усмотрело слово «мошенничество». Поэтому бывают такие казусы. Да, вот. Поэтому с этим делом тоже разбираемся. И суд понимает прекрасно, что там нет никакой перспективы, потому что домашний арест, меру пресечения ввели. И прокурор понимает, только следователь не понимает. Николай по-прежнему с Новосибирска. Суть дела такова. Страховщик выдал направление на ремонт, заявляет, ремонт будет 30 рабочих дней. Николай, ремонт не 30 рабочих, у нас календарные дни. Это раз. Вы обязаны передать машину, потому что тогда вы будете, соответственно, с 36-й прозрачным кредитором. Так, если говорить. Но в данной ситуации передать вы обязаны. К сожалению, это вот так вот делается. Но 30 дней с момента того, как вы передали, прошло. А дальше уже СТО вам платит пение. А потом, к слову, мы будем заказывать запасные части. Запчасти они уже должны заказать по направлению строковой. Заказчик всячески избегал подписания актов. Они ему направлялись. Но платил за каждый проделанный этап вовремя, согласно договору. Оплата следующего этапа идет после выполнения этапа. Сейчас он хочет забрать результаты работ, так как они ему были предоставлены. И идет суд. Не понял. Сейчас он хочет забрать результаты работ, так как они ему были предоставлены. Или не предоставлены. Вы, наверное, забыли не поставить. И идет суд. Якобы ничего не выполнено. Неподписанные акты могут повлиять на решение суда или услуги считаются предоставлены. Ну, я так понимаю, у вас договор строительного подряда. По договору строительного подряда вы должны подписывать акты выполненных работ. Я не знаю содержание вашего договора, но, скорее всего, в вашем договоре, но это есть и в кодексе, скорее всего, у вас, откройте главу подряд, и там прочитайте все, как должно быть. Скорее всего, у вас в договоре тоже прописано, что в какой-то период времени вы направляете акт выполненных работ. Если в течение какого-то времени, там, 3-5 дней, рабочих, я не знаю, как у вас это прописано, акт не подписан, то работы считаются выполненными. Все. И акт подлежит подписанию. То есть вы со своей стороны можете этот акт подписать, если у вас такое условие есть в договоре, подписать со своей стороны и также сделать там надпись, что подписано в одностороннем порядке, согласно пункту такому-то договора подряда номер такого-то, от такого-то числа. Все. И наверняка у вас есть фотографии выполненных работ и так далее. И если он подаст в суд, значит, будете защищаться в суде. Вот примерно так это выглядит. Если вы вообще без договора работаете, ну тогда только будете гражданским кодексом руководствоваться. Два вопроса можно? Отвечу. У меня трудовой спор, смогу ли я взыскать с работодателя стоимость юридических услуг, согласно 393 ТК РФ, если с вами заключу договор на представление интересов. Все расходы судебные суд взыскивает на основании 98-й, 100-й гражданского процессуального кодекса. И в 100-й надо помнить, это в разумных пределах. Это раз. Но МПЦ может оказать и досудебное, и судебное регулирование. А второй вопрос очень вообще интересный. Как обезопасить себя, при найме, строительной компании для постройки дома? Сейчас распространяется схема мошенничества, включая договор, привозят бытовку в песок, типа работы начинали, перестают строить, уходят уголовки. Но самый первый вопрос, это не гоняться за дешевизной, заключать нормальный договор, а не по принципу, мы на бумаге пишем вам 100 рублей, а фактически платим 1000 рублей. Это сейчас у людей такое. Ну, во-вторых, наверное, надо приехать сначала в эту строительную компанию, посмотреть, а то у нас оппоненты наши, которые кричат, что они там открывают филиалы, а в штате один сотрудник и директор, получающий 70 тысяч за год. Наверное, надо посмотреть вообще, эта строительная компания, какие она обороты имеет, проходит ли она по карточкам судебных дел и прочее. Ну, и достаточно твердую смету подписать, и нормальный контроль. Потому что нормальные строительные компании, которые работают, они дорожат своей репутацией, как-то не кидают клиентов. Ну, как-то так. Так, суд признал, что виновен и закрыл дело за сроком давности. Значит, судим? Что скажет, Вадим? Суд закрыл дело за сроком давности. Значит, судим? Это у нас вопрос задавал товарищ. А у меня судимость будет? Это был такой вопрос. Уголовное дело прекращается. Одно из оснований, если вышли сроки давности привлечения уголовной ответственности. То есть, как вы можете быть судимым? С Авинтадором по делу. Значит, наши клиенты в настоящий момент отдыхают. Один из наших клиентов буквально несколько дней, ну, две недели примерно назад уехал в отпуск по случаю бракосочетания. Сейчас он скоро вернется. Вот должен после 15-го числа он вернуться. И мы продолжим эту историю. Вот. Но ситуация не стоит на месте. И там уже очень, ну, скажем так, что вот-вот будет возбуждено уголовное дело. Вот. Поэтому сейчас он вернется с отпуска, с путешествия. Вот. И мы продолжим. Поэтому все увидите на нашем канале. Это не конец истории. Дополнить можно? Да. Я хотел бы сказать одну простую вещь. Вот по Авинтадору удивительно, как всегда, у нас такая вот бездействие государства. То есть, потом, когда кто-то загорится или не выбежит из помещения, потом будут кричать. Боже мой, мы узнали о том, что Авинтадор делал двери. То есть, как бы хотелось, чтобы обратил внимание на данную чудесную компанию, соответствующую с органами. Есть ли смысл идти в суд на взыскание со школы, моральный вред и стоимость украденной кофты в гардеробе школы, заявление в полицию и писал? Никакого смысла идти в суд, конечно же, нет. Вопрос к Игорю Владимировичу. Чем закончилось видео 169, в котором инспектор АДПС осуществляет незаконный досмотр личных вещей? Ничем не закончилось. Я называю, это круг замкнулся. Жалобы пишутся в прокуратуру, прокуратура направляет в СК, СК направляет еще куда-нибудь, и потом это все возвращается опять в прокуратуру. И вот так это все гуляет по кругу. Ничем это не закончится. То есть дали всем понять, что личные вещи совершенно спокойно можно досматривать. То есть там вообще замечательная история. То есть он берет мой рюкзак, мои личные вещи, начинает досмотр. То есть не автомобиля досмотр был, потому что на досмотр автомобиля был составлен протокол, а досматривает рюкзак, то есть досматривает уже личные вещи. Отсюда вопрос. А, инспектор сказал, что это типа не твой рюкзак, Потому что машина типа не твоя Но извините, в данный момент я являюсь владельцем этого автомобиля Даже если собственник автомобиля другое лицо И вещи, которые я прямо показываю, что мои, значит они мои Инспектор не мог никак установить, что это не мои вещи Мне интересно, если бы он нашел у меня в этом рюкзаке наркоту Он бы также сказал, что я полагаю, что это не твой рюкзак Поэтому ты иди, а вот хозяина рюкзака мы сейчас будем искать Или у него выборочно Нет ничего, как бы рюкзак не мой Есть что-то, рюкзак мой То есть там все идет по кругу Понятное дело, что этого инспектора никто не привлечет Хотя этот инспектор нарушил закон То есть он шарился по личным вещам без всяких на то оснований Пусть это останется на совести вот этих вот полицейских Которые этими занимаются Но я думаю, все равно приз этого героя найдет Потому что отмазывая, вернее не наказывая вот этого полицейского Они просто дают ему как блан, чтобы он дальше нарушал закон И в конце концов он нарушит закон так, что его осудят Возможно он нарвется на какого-нибудь человека Как это обычно бывает Вроде все хорошо, хорошо, хорошо А потом нарывается на какого-то человека Затрагивает интересы чьих-то лиц И его быстренько оформляют туда, куда положено Поэтому надо просто подождать Я думаю, он отправится туда, куда нужно Может быть и не в ближайшее время Но скорее всего он туда попадет Здравствуйте, 17 лет назад пользовался кредитной картой Платил долг Дальше уже не помню Вдруг начинаются звонки от коллектора Что делать? Вот теперь отвечу очень просто Во-первых, первое При переуступке 382-391 Гражданского кодекса Вам обязаны мотивировать Кому перешло это требование В каком объеме и в какой сумме оно перешло Перешел долг или пение Это раз И второе Всегда вспомните Что когда ты должен миллион И тебе коллектор говорит Заплати тысячу рублей Сейчас ты просто прервал срок исковой давности 196-е и 200-е Три года И как только ты заплатил эту тысячу рублей Ты его прервал Соответственно не надо платить Не надо торопиться И надо удостовериться Как-то вот Кому и чего Так Здравствуйте Который раз задаю вопрос Как обстоит дело с квартирными мошенниками 200-2016 Почему игнорируете этот вопрос А мы его не игнорируем Я его только сейчас увидел А что это за дело-то у нас? Вам будет поставлен на вид Невский район Квартирное мошенничество А что за квартира? По делу вот Которую уже нужно А Так, а там что сейчас у нас? Там же А, все, я понял Там вообще ситуация интересная Мы скоро это покажем На самом деле В общем Прокуратура выписала Предписание Допросить Как фамилия-то Этой дамочки Которая Ну не важно как ее фамилия В общем покупателя Этой квартиры Первого покупателя Прокуратура Вынесла предписание Допросить И объявить ее в розыск Вот А полиция отвечает Прокуратуре Я такое честно говоря Первый раз слышу Они дословно Отказать В требовании прокурору Произвести вот эти действия То есть Я не знаю Чем руководствуется Вот эта полиция Чтобы отказать прокурору Поэтому это вообще То есть Мы сейчас как бы Это все анализируем Сейчас будет дальше И ролик будет То есть Это странное поведение полиции То есть Там срок давности Истекает через два года Скорее всего Поэтому и не хотят То есть Полицейских Нисколько не смущает Тот факт Что Данная Покупательница Этой квартиры Она была опрошена Еще То есть Получено с нее объяснение Четыре года назад По-моему Да еще Еще уголовного дела Не было Вот Это уголовное дело Продавили Вот Уголовного дела Еще не было Ее опросили Она полицейским Пояснила Что Меня попросили За 50 тысяч рублей Просто поучаствовать В этой сделке Ну схеме Так назовем ее Вот Ее нисколько не смутило Что ее попросили Какие-то там Дяди незнакомые Она поучаствовала Так более того И полицейским Это не кажется странным То есть Ну поучаствовала И поучаствовала Но она же не преступница Ее же попросили За 50 тысяч рублей И они ее Почему-то Не хотят Больше на протокол Допроса Поэтому прокуратура Вынесла предписание Ее найти Допросить Если нет То объявить ее В розыск А полиция Отказывает прокуратуре Интересно Да Уже Какая-то Неприкрытая Какая-то история Совершенно Поэтому мы сейчас С этим работаем Это буквально Недавно Мы получили Всю эту информацию Вот эти ответы Поэтому И ролик будет Ролик будет Интересный То есть Ну Разберемся С этим Как говорит Игорь Владимирович Что они курят Да Я не знаю Невский район Это вообще Замечательно Там По Невскому району Это вообще Там была же история Когда Парня в квартире Прямо избивали Когда Оскорбляли Толкали Помните этот ролик По опрашке Вот Это тоже Невский район Где мы Не могли добиться Суд не мог добиться Год Чтобы Полиция Предоставила Материал административного дела Вот В итоге Когда мы уже Приехали в суд Взяли Определение суда Отвезли в полицию Что где дело-то Они После этого Соизволили Предоставить Естественно Административное дело Развалилось Вот Потому что Задержание было незаконным То есть Это все Вот это Невский район Как можно наказать Юриста Который проиграл Уже суд По своему бездействию И теперь еще хочет Вернуть расходы По составлению Возражений Своей же Конторы Ну как Если он оказал Вам некачественную услугу И это можно доказать То можете Совершенно спокойно Вернуть То есть Если Он Оказывал Вам качественную Услугу Но я могу сразу сказать Что если он прогуливал Судебные заседания Например То можете Смело Взыскивать Взыщите А можно я дополню Немножко Да Дело в том Что Понимаете Все дело Ни один юрист Не гарантирует Вам результат Это раз Но У нас Известная всем Замечательная организация Вот Она смеялась Что она выиграла Суд в Калуге А она не выиграла Суд в Калуге Это команда Ердрея Ведь На самом деле Они потащили Человека в суд По делу Который Невозможно Решить Если в принципе Юрист действовал Добросовестно Но Так Извините Есть По закону Или такие доказательства Вы предоставили Это одно Но Когда юрист Не ходил на суды Когда ты поднимаешь Карточку дела Или Как здесь суд Не усмотрел Что наша чудесная Компания Не пошла В договоре Написано Во все инстанции А в Верховный суд Они вообще не ходили Понимаете То есть Это тоже вопрос Поэтому Если человек Устранился Это одно А если человек Работал И работал Правильно Это другое Как-то так Здравствуйте Администрация Города Не представляет Жилье По исполнительному листу Уже 4 года Говорят В бюджете города Нет денег Что делать Судебное решение Должно быть Исполнено Поэтому Приставы Должны Это Решение Исполнять Они должны Возбудить Исполнительное Производство Можно я Добавая Что делать Очень все просто Пишите приставу Ходатайства И По касу Суд Потому что В моей практике Приставы Даже имущество Налоговой инспекции Умудрялись Арестовывать И налагать На него Взыскание При Когда их Извините Правильно Долбит В общем Если приставы Захотят Они найдут Имущество У администрации И администрация Предоставит Администрации Слово нет А уголовная Ответственность Тогда Куда девается За неисполнение Судебного акта Там статей Очень много И потом Заявите им Еще все расходы По поводу Если вы арендовали Жилье И у вас есть Договоры И подтверждение Что вы Оплачивали То вы еще И взыщите С них Все эти расходы Привет из Луганска Скажите Когда продажи В автосалонах Будут прозрачными Почему Вы Почему мы Вынуждены В автосалоне С юристом Ну вот Когда мы Откроем Автосалон свой Тогда будут Продажи Прозрачными Поскольку мы Сейчас не торгуем Автомобилями То я не могу Вам ответить Но Тут же понятно Почему это делается Для извлечения Прибыли Вот этой Неучтенной То есть В автосалоне Автомобиль Они продают Занижают ДКП На сам автомобиль Потому что Там НДС И все Об этом знают По большому счету Прекратить Это можно Очень быстро Если Осудят Одного Двух За уклонение От налогов То есть Я что О чем Говорю Что Объясню Еще раз Что Автосалон Занижает Цену автомобиля Под ДКП То есть Получается Налогооблагаемая База С НДС Она Занижается А разницу В цене Остальную Они Добивают И всех Вот этих Допуслуг Там Банковских Вот этих Кредитов Там Вот этих Процентов И так далее Вот этими Я не знаю Там Картами помощи На дороге Которые Они продают Там За 300 В нашей практике Даже за 700 тысяч Продавали Такую карту Вот поэтому И все об этом знают Вот когда будут Возбужденные уголовные дела Тогда это быстро Прекратиться Прекратиться Но видимо Кому-то Это невыгодно В данный момент Поэтому Автосалоны Все это и делают Вопрос Вадима Успел ли посмотреть Волгоград Во время командировки Ну В Волгограде Я могу сказать На самом деле В этот город Можно Детей возить Обязательно Показывать Все это Волгоград Первый раз Рассматривался Очень Я посмотрел Именно город Вечером В том году После Там было Обжалование По срокам Это да Потому что там Очень длительное Дело было Сначала было Снесение Постановления Администрации А потом уже Только Город сам Замечательный Но К сожалению Можно отметить Что администрация Власть для людей Не особо Что-то делает Интересный вопрос Пришел Вы не боитесь Того Что когда Будет Старчком Ярдреем Конец То вы Перестанете Быть на волне Но Уважаемый Гудвин Видимо Вы забыли Или не смотрели Что именно Тот факт Что мы Были на волне И послужило Началом Этого конфликта Когда подписчики Ярдрею писали Что он Унылое гомно Вот И это Когда приобрело Массовый характер То Ярдрей Обратил на нас Внимание И попытался напасть Получил Попробовал еще Получил Попробовал еще Поэтому Этот конфликт Выгоден ему Потому что Мы без него Прекрасно Развивались Нас смотрели Мы были Интересны Нашей аудитории У нас Уважаемый Уважаемый Гудвин Мы без него Живем Прекрасно Вот он Без нас Видимо Не может Сколько стоит Консультация По Зоологическому Праву Вы знаете Я не знаком Честно говоря С зоологическим Правом Не знаю Где оно есть Где о нем Почитать Я думаю Вам помогут Там Есть у нас Один в России Единственный Специалист По Зоологическому Праву Который считает Что оно Существует Вот Видимо Он может Вас проконсультировать Здравствуйте По ОСАГО Обязательно ли Подписывать Соглашение На выплату Вадим Геннадьевич К тебе вопрос Какое соглашение По ОСАГО Есть одна Достаточная Хитрость Вы приходите И строковая Компания Видит у вас Большой ущерб Я с этим сталкивался На сумму 300-400 тысяч И строковая Страховщик Делает очень хитро Говорит А давайте я без осмотра С вами соглашение Подпишу Тысяч на 80 На 100 И все И вы прямо сейчас Деньги получите Человек подписывает Это соглашение И потом Начинает долго Удивляться И почему Он не может На это сделать Поэтому Когда вы подписываете Вы думаете Есть такая норма В законе Об ОСАГО Когда страховщик Без осмотра Может с вами Подписать это Соглашением Делать этого Ни в коем случае Не надо Когда вы сами Оценили И видите Что ущерб Превышает цифру Предложенную страховщиком Страховщик Сэкономил 300 тысяч А вы Потеряли Эти самые 300 тысяч Вот и все Привет из Екатеринбурга Как бороться С Советом Дома Их самоуправством У нас кстати Есть ролик На канале Буквально Недавно вышел И там полный Алгоритм Вот именно Рассказан Потому что сейчас Рассказывать Ну какой смысл Вы можете посмотреть ролик И там все будет понятно Как необходимо Действовать в этой ситуации Надо переизбрать Совет Дома И как его переизбрать В ролике все подробно Показано Со стройплощадки Упали камни На автомобиль Защитная зона 5 метров Не огорожена Позвонил в полицию И сказали Приезжать И писать заявление Прошло две недели Бездействует Как Возместить ущерб Так это проще Простого У нас есть Даже такие дела У нас есть И даже ролик По такому же поводу Есть Но там правда Забор ограждения Упал на автомобиль Мы взыскали деньги То есть они тоже Не хотели эти деньги Возвращать Строительную компанию Мы взыскали То есть со стройплощадки Все равно полиция Осмотр произвела То есть она выехала На место происшествия И все Обращайтесь в суд И взыскивайтесь Со строительной компанией Убытки Не вижу тут никакой проблемы И полиция Вам здесь меньше всего нужна Увольняют ли охранников Бизнес-центров После ваших визитов С роликов Да Кого-то увольняют Кого-то переводят На другие объекты Вот Организации получают штрафы Скажите пожалуйста Имеет ли право Мойщики окон Альпинисты Так скажем Ходить по моему балкону Остеклению И спускаясь вниз Давайте Так этот вопрос За финалем Что если Они вам Что-то повредили И нанесли вам Какие-то убытки То вы вправе Эти убытки взыскать Вот Если они походили По вашему балкону Мы же понимаем Прекрасно Что они моют фасады Вот Залазить к вам На балкон Конечно Они не имеют права Потому что Они не могут Попадать В вашу квартиру А если они снаружи Там что-то там Где-то облокотились То здесь надо Исходить из того Нанесли ли они вам Какой-то ущерб Либо нет Если нет То как бы ничего Хотя да У меня тоже фасады Моют И бывает Неприятно Смотреть Когда висит За окном Какой-нибудь человек И на тебя Смотрит Здравствуйте Подскажите Есть ли возможно Взыскать неустойку Застройщика По договору ДТУ ДДУ За продление Сроков строительства Просрочка Уже На два года До момента Ввода Дома В эксплуатацию Там Да Взыскать то можно Но надо Посмотреть Смотреть По вашим датам Это можете Вы написать нам Ватсап С вами юрист Вяжется По датам Надо посмотреть Потому что Там регулярно Были моратории Есть моратории Именно на взыскании Неустойки Поэтому надо смотреть Какой период У вас Все это было И тогда Можем точно Ответить на этот вопрос Помогаем ли мы Бесплатно Не только Пенсионерам Ну тут Надо смотреть По ситуации А почему Вы не хотите Если вы не пенсионер То есть Мы почему Помогаем Пенсионерам Потому что Они не могут Заплатить За наши Услуги И мы Помогаем Если вы Молодой Зрелый Здоровый Человек То Почему Мы Должны Помогать Вам Бесплатно Мы Коммерческая Организация Нам бюджет Никакое государство Не выделяет То есть Помогая вам Бесплатно Кто будет Оплачивать Юристу За его работу Вот основной Вопрос И К нам Бывает Поступление Обращение Такие Я отец Четверых детей Типа Вы должны Помочь мне Бесплатно Ну Я не знаю Вы когда планируете Четверых детей Ну Наверное Должны о чем-то Думать Вот То есть Это Мое такое мнение Если вы Можете Содержать Четверых детей Ну Тогда Значит Вы можете В случае чего И оплатить Услуги юриста Ведь вы Не говорите Не обращайтесь Куда-то Привезите Мне пожалуйста Сделайте У меня например Условно Какую-то мебель Шкаф Или кухонный Гарнитур Бесплатно То есть А почему Юрист Водолжен Бесплатно То есть Нет Мы помогаем Тем людям Которые Не могут Заплатить Наши услуги В силу Возраста Еще чего Но если Молодой Здоровый Человек Вы можете Заработать Деньги И совершенно Спокойно Оплатить Расскажите Чем Закончилось Дело Со Снегоходами Спрашивают Со Снегоходами Дело Закончилось Следующим Образом Что В суде Первой Инстанции Нам Отказали Но Суд Апелляционной Инстанции Встал На нашу Сторону И взыскал СП БЕВС Уплаченные Денежные Средства Со штрафом И так Далее Сейчас Мы Подаем На взыскание Юр Расходов Но Эти Я Назову их Ну ничего страшного Я думаю Кассация Просто Засилит Это все Потому что Апелляционная Инстанция Она четко Разобралась А в суде Первой Инстанции В мировом Суде Как-то Я не знаю Что-то Судья Дала маху Вот Поэтому Все хорошо С этими Снегоходами Уволили С работы По поддельным Документам Теперь Заявляют Что отпускные Выплатили Якобы Я уволился По собственному Желанию Фактически Работают До сих пор Деньги Платят В конверте У нас был Даже такой ролик То же самое Уволили Нашего клиента Мы Разобрались В суд Зашли И в суде Заключили Мировое соглашение Видимо Они поняли Если документы Поддельные Какие Они за вас Написали Заявление По собственному Желанию Но тогда Необходимо Подавать в суд Проводить Экспертизу И все Если Экспертиза Покажет Что Это не выписали То Зыщите Все эти Деньги Там еще И уголовку Можно На них Возбудить Ну а Конверт Вы уже брали В конверте Деньги На протяжении Какого-то Времени А теперь Ну не знаю Сообщите В налоговое Пускай они Проверят А по вашему Вопросу А вы платили Деньги А вы платили Налоги С денег В конверте Кто Ну деньги В конверте Получал Ты же Чего Нет Он Он же честный Человек Он же заплатил Наверное С этого налоги Пошел И сказал У меня вот доход Вы понимаете Что из-за вас В том числе Растет цена На автомобили Вы помогаете Одному А платит За него Второй И так далее Ооо Ну это совсем Глупость Почему из-за нас То есть Мы не даем Дилерам Обманывать Клиентов То есть Мы взыскиваем С дилера Деньги И потом Мы еще Виноваты Потому что Дилер Накручивает По вашему Мнению Цену Я считаю Что на самом деле Дилеры Все это делает Из-за вас Знаете почему Потому что Вы идете И платите И вот это Все происходит Из-за вас Вот если бы Вы не покупали Вот возьмите Не покупайте Автомобили Три месяца Вообще все Ни у одного дилера Три месяца Достаточно будет И все И все будет по-другому Будет так же Как было там Семь-восемь лет назад Когда ты приходишь Покупать автомобиль Тебе дают подарки Тебе дают колеса Тебе дают Какие-то там Я не знаю Стаканчики Там игрушки Там шампанское Чемоданы Зонтики Все что угодно Тебе дают Покупателю А не как сейчас То есть ты приходишь Покупаешь И тебе накидывают Еще доп.услуги Вы это все берете Вы это все оплачиваете А потом еще Мы виноваты Юристы То что там Мы с этим боремся Ну отличная позиция Только вот она вас Приведет Немножко не туда Является ли причина Остановки Проверка Огнетушителя И аптечки Что вы скажете Является Переходим к следующему вопросу Не можно ли отвечать Понимаете в чем дело Просто проверить Нет Как вам проверить Вас остановить могут Если вы совершаете Какое-то правонарушение Либо по какой-то ориентировке Я сомневаюсь Что в ориентировке Написано Что Движется такая-то Автомобиль Без аптечки И огнетушителя Срочно принять меры К задержанию Такого нет Конечно же нет Это они потом Именно Начинают выдумывать Вы же Когда вас остановили Вы спросите А чем обязан Почему остановили И он вам скажет Сразу же Он же не скажет Проверить аптечку Огнетушителя Он вам скажет Что А вот просто План у нас какой-то Не знаю Какие-то у них Операции Перехват Анаконда Перехват Еще что-то Непонятные организации Операции вернее Операции Карлик Вас не видно Из-за руля Тесть перевел Мошеннику Крупную сумму денег Удалось Приостановить Платеж Уже год Не можем вернуть Снять эту сумму Соответственно Пока идет следствие И уголовное дело Находится В стадии расследования Соответственно Имеют право Банк удерживать После того Как ваш Родственник Будет признан Потерпевшим Соответственно И передано дело В суд Банк сможет Вернуть Эти денежные средства Почему Иван Который был ранее В вашей команде Перешел к подшивалову Я уже объяснял Иван никуда не переходил Переходить можно как Вот сегодня Сейчас человек здесь И он пошел туда Иван был уволен Из нашей организации Все Потому что он проиграл Три суда Все Он себя проявил И после этого Он просто Не пришел в МПЦ Потому что Боялся видимо разговора Хотя что бояться Я не знаю Вот Ну видимо ему нечем Было оправдаться Все Куда он пошел дальше Нам абсолютно все равно Пошел к подшивалову Ну прекрасно Сейчас Казань Я думаю Прочувствует его Скажем так Профессионализм его Вот Кстати подшивалов Сам о нем Отзывался Когда он еще Не был у него А когда Шел суд по клевете Сам В разговоре со мной Он сказал Что Иван Вообще юрист Никакой Потом он его берет К себе Видимо на зло МПЦ Но только он не понимает Что мне это плевать Работает он у него Или нет Мне вообще без разницы Он ушел Я забыл Все Те юристы Которые я считаю Хорошими юристами Сильными Они все со мной Все А который алкоголик Там пошел Мне плевать на него Да Который там От армии уклоняется Бегает И они его Приютили там У себя Вот Который Только бухать может Он у них там Уже отличился Там несколько дел Проиграл Они правда Это не публикуют Мы озвучивали Одно из этих дел В последних роликах Вот Поэтому Как-то так Владислав Вообще с ними Не стал работать То есть Они его обманули Предложили сначала Одни условия Потом другие И он как бы В итоге не с ними Но обида на МПЦ У Владислава Все равно затаилась Но не забываем Что Владислав Деньги утащил 10 тысяч рублей Вот как-то так Купил абонемент Фитнес Мышцы не накачались Как вернуть деньги За абонемент Мышцы не накачались Но это аргумент Это аргумент Я думаю По-любому Некачественно Оказанная услуга От МОВы От МОВы Ну Володь На самом деле Мышцы у тебя накачались Ну что ты вот Объективно-то Я же видел Когда тут летом Там футболка Там все Нормальная Бицуха Что конкретно Ты хотел Какую мышцу Там прокачать Моего отца Шантажом Или угрозами Его брат Заставил Переписать на него Папину долю квартиры Можно ли что-то еще сделать Прошло 9 лет Еще раз говорю О том Что сроки Исковой давности 3 года Соответственно По истечению 3 лет Сделать уже К сожалению Будет невозможно Ничего Что касается Шантажа И так далее Любые сделки Которые совершает Сторона По договору Они чаще всего Регистрируются У нотариуса И вы должны понимать Что если Ваш родственник Находится В адекватном состоянии Не состоит на учете Не болеет То соответственно Также эти сделки Будут признать Недействительными Невозможно Тут нужен Наверное Мужской совет Что делать Когда девушка После первого свидания Послала нафиг Сделать выводы Чтобы на втором свидании С другой девушкой Это не повторилось Но как-то так Не знаю Что-то видимо Произошло между вами Подумайте Проанализируйте Мне сложно сказать Я не знаю Я не присутствовал На вашем свидании Хороший вопрос Подскажите пожалуйста Может ли соцработник Заключать договоры Ренты с бабушкой И получить в итоге Квартиру По этому договору За выполнение услуг По уходу К финнобеспечению Бабушки Нет ли А? Вадим Что скажешь По этому поводу В гражданском порядке Не запрещено У нас свобода договора Никто не отменил Но практика показывает Что такой соцработник Такое количество статей Уголовного кодекса Нарушил Что Как бы он из этой квартиры В камеру потом не поехал А бабушка на кладбище Как-то вот так Не заключайте подобные договора Что делать Если участковый не реагирует На заявление А прокуратура шлет отписки Ну все Я же говорю Там круг В конечном итоге Замыкается Но опять же Вы обращаетесь К начальнику К начальнику отдела полиции Что Дело не ведется Что участковый Что-то не делает Там получаете Получаете игнор Пишите жалобу В районную прокуратуру Получаете отписку После этого жалоба Должна направляться Вместе с копией Отписки прокуратуры района В городскую же прокуратуру И так далее И в итоге Вы заставите их работать Потому что Когда с городской прокуратуры Будет приходить Потом там Не знаю С областной прокуратуры То они уже зашевелятся И что-то будут делать Поэтому Но это долго Это тяжело Да Но в конце концов Я думаю У вас все получится Я бы добавил Знаете Что самое оптимальное Это Добежать до суда И произвести судебное Обжалование Бездействия Потому что Товарищ прокурор Будет уже судья Объяснять Почему он то или иное Заканивает Вот сейчас Пока идет стрим У нас тут уникальный человек Есть Он по одному из контентов Проходит И его мошенник Там кинул По Так сказать По заказу моторов Но когда я начал пробивать Оказывается У нас этот человек Осужден Осужден был Пока он его кидал Еще тремя судами Там условно Там обязательная работа Там это И когда прокуратуру Закидали жалобы Мои вышестоящие Написали Следующий поход в суд У нас почему тут Сейчас пришли Постановление Прокуратура удовлетворила Вообще все жалобы Все жалобы И сказала Все удовлетворяю Потому что Когда им приложили приговоры И там написано было Я написал Такой уникальный вопрос Скажите пожалуйста Там в Московской области Можно совершать Получается Мошенничество То есть Его в том регионе Осудили В Москве Осудили А здесь все Все нормально И поэтому Бороться надо просто И все Ну опять же Суд это правильно Конечно Можно и через суд Попробовать это сделать Но Какую хитрость Использует потом полиция Они приходят в суд И заявляют о том Что А нет предмета спора Потому что Постановление об отказе В настоящий момент Отменено Прокуратура И направлено На дополнительную проверку И все И суд это закругляет Правильно Юлия Владимировна Спрашивают Можно ли С одесским образованием При Украине В 2008 году Есть диплом Бакалавра Но нет практики Насколько реально Попасть к нам На стажировку Мы уже ранее Озвучивали Я неоднократно Озвучивала Что все ваши резюме Вы можете направлять По нашим координатам Которые указаны В описании К каждому ролику На ютубе И в телеграме У нас есть Определенные требования К кандидатам Это опыт работы Сейчас мы Понизили несколько Планку Рассматриваем Кандидатов С опытом работы От 7 лет Соответственно 7-10 лет Это наша планка Как минимум Выше юридическое Образование И ваш положительный Опыт Практикующего юриста То есть для нас Это принципиально важно Нам важно знать Какой у вас кейс Какой уровень Знаний у вас И по каким делам Вы практикуетесь Поскольку МПЦ оказывает Весь спектр Юридических услуг Соответственно Мы смотрим На ваш профиль И дела Вы получаете На рассмотрение В рамках вашего Профильного опыта Поэтому без Опыта работы К сожалению Мы не будем Рассматривать Кандидатуры Недавно ко мне Приехал ваш друг Пристав С красивой прической СПП Красносельский район А когда дверь Я когда дверь открыл Сразу засмеялся Вспомнил вас Как вы докопались До него Насчет прически Да Это пристав Это вот Мы приезжали Это Рэмбо Да У нас ролик назывался Ну да Действительно Немножко странный товарищ Каких-то там Тактических перчатках Почему-то По офису ходит Вот что он там Изображает Я конечно не знаю Может тренируется Там полигон У него какой-то Его оторвали Просто от важного дела Вот Ну да Берет у него Костик Тактические перчатки Ну И пистолетик В кобуре Вернее пусто Там у него не было Потому что это было видно Как Заломилась Вот кобура Там понятно Что там нет оружия Вот Ну видимо Он такой страшный Что даже оружие Ему не выдают Ситуация Муж взял кредит В тринадцатом году На пять лет До восемнадцатого года Выплаты Уточню Без ведома Супруги Или иных родственников В пятнадцатом году Он умер При оформлении Наследственного дела Соответственно Были Разные запросы Информацию О наличии От банков Не было Спустя девять лет Они проснулись И подали Иск о возмещении Подскажите Какая практика У вас в таких делах Но эти сроки Сроки Исковы давности Прокущены Какая практика Перебивает Не дает Сказать Ну хорошо Нет Я скажу Не по практике Потому что А на конкретный вопрос Не перебиваю Да конечно Нагло Так стрел Дико извиняюсь Но могу сказать Что в этой ситуации Одиннадцать семьдесят пять Гражданского кодекса Никто не отменил Потому что Наследник отвечает По долгам Наследодателя В размере стоимости Наследного имущества Соответственно Банк должен был Тогда поставить В известность Потому что Если наследное имущество Составляет Три миллиона А наследнику Наследовал миллион То он должен был В принципе Отказаться От наследства А во-вторых Здесь правильно Никто начал отвечать Совершенно верно Когда они Как говорят Проснулись Проснулись Просыпаться Надо Когда было Правильно Законодатель Сказал Соответственно С статьей С 196 И 200 Это три года Исковая давность С того момента Как лицо Узнало О нарушении Своих прав И кто является Ответчиком Они что Девять лет Не знали Что он не платит Что ли Поэтому Пусть подают Суд А вы там Вспоминаете С 199 Пункт 2 Гражданского кодекса И суд Применяет Посредствия Промсиха Срок Сырковой давности Задержали Два часа Опросить И сказали Вызовут Что за фигня Я тоже Хочу спросить Что за фигня Нет такого Основания Для задержания Поэтому Вы ничего Закон не нарушили Поэтому Можно подать Жалобу В прокуратуру На действия Вот этого Полицейского Платил Четыре года Алименты Чужому ребенку Нет меня Узнал Недавно Есть вариант Деньги вернуть И не будет Ли это 159 Статьей Бывшая Ввела Заблуждение Ну Вы обязаны Платить Элементы Своему Ребенку А другому Вы не обязаны Если вы Платили Эти элементы Ну Значит Вы Выразили Свою Добрую Волю В этом Отношении То есть Ничего Вы не Практики Пока Вы не Оспорите Отцовство Считается Ребенок Вашим Когда Вы Оспорите Отцовство Когда Будет Судебное Решение Что Не Ваш Тогда Вы По Одиннадцать Два Как Не Оставать Обограждение Все Деньги Обратно Мошенничества Здесь Никакого Не Будет Но Злоупотребление Правом Статья 10 Гражданского Кодекса Здесь Налицо Если Продавец На Кассе Взял Мороженку У покупателя И ушел С ней В подсобное Помещение И Не Вернулся Можно В суд За моральной За моралкой Обращаться А Какие Нравственные Страдания Как Докажут Какие Нравственные Страдания Вы Испытали Вам Придется Это Доказать В суде Что Произошло У вас После Этого Если Вы Сумеете Это Доказать Тогда Конечно Вы Может Быть Там Вы Ищите Какие Там 50 Рублей Если Продавец Шаурмы Съел Мою Шаурму Можно Ли Запросить Возврат Средств Ну Вообще Да Если Вы Купили Эту Шаурму Продавец Ее Съел То Вы Имеете Вопрос Несколько раз Повторялся Про Задаток Ресторану Смотрите Если Ресторан Самостоятельно Отменяет Ваше Мероприятие То есть Не вы Это Делаете То Ресторан Обязан Вам Вернуть Ваш Задаток Поскольку У Ресторана Получается Факт Неосновательного Обогащения Если Вы Самостоятельно Отменяете Своё Мероприятие То Задаток По Гражданскому Кодексу Возврату Не подлежит Поэтому Здесь Вопрос Поставлен У Вас Нечётко И не могу Более Правильно На него Ответить Соответственно Можете Обратиться На Номер Ватсап Игоря Владимировича И юрист Вас Проконсультирует И второй Вопрос Был По Расписке Обязаны Ли Возвращать Денежные Средства По Расписке Если Расписка Была Написана По Принуждению В данном Случа Долг По Расписке И заявить Экспертизу Суду Перед Экспертом Поставить Вопрос В каких Условиях Была Написана Расписка Если Вы Находились В состоянии Стресса И не в Стандартной Для себя Ситуации То Ваш Почерк Он Меняется И Специалист В рамках Экспертизы Это Определит Я Могу Это Сказать С Уверенностью Потому Что У меня В практике Было Подобное Дело И Эксперт Устанавливал Была Ли Расписка Написана В обычных Условиях Для Человека Или В каких То Стрессовых Соответственно Исходя Из заключения Экспертизы Суд Уже Вынесет Решение Что За Красивая Девушка Которая Оператор Ходит Всегда С вами Очень Классная Передайте Ей Привет Пожалуйста Иван Опять Класс Все Передадим Всем Красивым Девушкам Передадим Нолям Подписчиков Организуете Личную Встречу Со всеми Вот у меня Вопрос А где Мы Собираться Будем Миллион Человек Я думаю Что Как только Мы Попробуем Это Сделать Нам Организуют Встречу Наверное Где-то В полиции У меня На улице Ветром Сдуло 5000 Рублей Можно Взыскать С Мин Природы Или С кого-нибудь Ну Попытаться Вообще Можно Есть Кстати Даже Юрист В Санкт-Петербурге По крайней Мере Фамилия Троицкая Не в качестве Рекламы Ни в коем случае Просто Она Занимается Такого рода Делами То есть Она Предъявляла Иск Деду Морозу По моему Представляла Интерес Какого-то Клиента Потому что У этого Клиента Не оправдались Ожидания От подарков Деда Мороза И они Пошли К этому Деду Морозу Потом Еще Какое-то Чудо Тоже Чудное Какое-то Дело Тоже Там Не В общем Это Юрист Специализируется На подобного Рода Делах Я думаю Она Тысяч За 150 Возьмется За это Дело И постарается Взыскать С Минприроды За то Что Ветер Дул На территории Российской Федерации Не так Как Это Было Положено Можно Еще Здесь Как Наверняка Там МЧС У нас Прогноз Погоды Кидает Есть Еще Прогноз Погоды Которые По Телевик В интернете Где Не публикуют И то есть Если сопоставить Все эти факты То есть Предположим Прогноз Погоды На сегодняшний день Когда сдуло Банкноту Не соответствовал Реальному Направлению Ветра То можно Еще с программой Синоптиков Как они Называются Тоже Взыскать Поэтому Может Она Рассмотреть Это Вопрос Мы Конечно Не Возьмемся За это Дело Вот У нас Нет Такой Практики И Опыта Ну Вот Это Юрист По Любому Возьмется Нет Это Не Юрист Потому Что Юрист Это В МПЦ А Вот Специалист Подобного Рода Она Вполне Да Я думаю Игорь Иванович Вам дал Верный Координат В общем Давайте Друзья Закруглимся На сегодня Постараемся Стримы Происпроводить Чаще Вот Единственная Просьба Формулируйте Вопросы Правильно Потому Что Сколько Времени Игорь Иванович Затратилось На Осмысление Переведи Говорит Что тут написано Вот И тут Пытаешься Переводить Если мы Не ответили На чьи-то вопросы И у вас Есть Юридические Проблемы То Обращайтесь К нам По Контактам Которые указаны Везде В общем-то указаны В описании Каждого ролика И в телеграм Канале Не забывайте И на телеграм Канал наш Подписываться Потому что Там мы публикуем Новости То есть ролик Например Не выходит Полноценный Но по какому-то Там видео Который Был размещен В ютубе Мы потом Публикуем Оконцовку И поэтому Вам Вы можете Узнать Эту новость Либо в телеграм Канале Оперативно Узнать Либо ждать Уже итогов Года Куда мы Также Эту информацию Включим Но это Только по итогу Года Уже эти ролики Выходят Поэтому Вот так Вот друзья Все спасибо Что были с нами И повторюсь Если есть Юридический вопрос Мы не ответили На него Обращайтесь К нам Попробуем Вам помочь Ну и Следующую встречу Я думаю Фим любви Доброе Удачи Редактор субтитров